Погромче! Алексей Иванченко, заместительный председатель УВЭБ, председатель Совета Директоров УВЭБ Инновации. Алексей! Алексей! Да, приглашайте на сцену. Всем добрый вечер. Замечательно, что полный зал. Я здесь уже не первый раз. И очень хорошо, что это шоу, это мероприятие пользуется таким успехом не только в онлайне, но и вживую. Мне кажется, всегда, когда ты хочешь что-то делать свое, нужно пощупать это руками и попробовать самому. Что я хочу сказать? Я хочу сказать несколько слов о роли государства в продвижении тех идей, технологических идей, и которые каждый из вас пытается запустить как свой стартап. Вы, наверное, слышали уже не раз о том, что правительство запустило целую программу, которая так и называется цифровая экономика. Многие из вас, наверное, не знают много об этом, но если сказать серьезно, то это один из ключевых приоритетов, которые определены для развития нашей страны. Это не пустые слова, это серьезные вещи, за которыми стоит, в принципе, конкурентноспособность нашей экономики. Сможем ли мы что-то делать сами или будем только нацией потребителей? В этом смысле, конечно, многие из вас могут быть как раз той составной частью этой новой цифровой экономики. Важный элемент цифровой экономики, это прежде всего создавать возможности для того, чтобы появлялись такие глобально конкурентноспособные компании, как Яндекс, Мэйл, Касперский и многие другие. Ключевое словосочетание – глобально конкурентноспособные. Нам не нужны только те решения, которые мы там выращиваем для импортозамещения. Это тоже важная задача, но если мы всерьез говорим о цифровой экономике, нужно выстраивать глобальную конкуренцию и вести в этой конкуренции борьбу. Значит, что ждут предприниматели от государственных институтов развития, один из которых я представляю в эпыта Государственного института развития? Прежде всего, наверное, четыре вещи. Первое – конечно же, финансовую поддержку. И речь идет не только о грантах, там, пассивных стадиях, венчурном финансировании, речь идет и о более глобальных льготных кредитах для того, чтобы разворачивать и масштабировать свой бизнес. Вторая вещь – это, конечно же, нужно найти свою нишу на российском рынке. Я об этом скажу чуть позже, как раз вот покажу несколько слайдов, но о чем хочу сказать, что каждый из вас примерно понимает, насколько это непростая и сложная задачка выйти на рынок крупных российских компаний. для компаний-малышей, для студентов, для ребят с готовыми хорошими технологическими решениями. Сегодня это очень непростая задача в силу как объективных, так и субъективных причин. И скажу об одной инициативе, которую мы запустили, сможете дальше по ссылке почитать всю необходимую информацию для этого. Так вот, рынок. Каждому стартапу, каждому решению нужен рынок, и венчурные инвесторы среди вас, они тоже присутствуют, они знают, что в принципе для стартапа основной риск, ключевой – это даже не деньги, это наличие спроса и наличие рынка на продукцию. Третье. Почему говорил про глобально конкурентоспособные компании? Конечно, нужна экспортная поддержка. Конечно, нужно помогать нашим компаниям выходить на глобальные рынки. Есть очень отличные примеры, когда компании выходили, кстати, быстрее на глобальные рынки и возвращались уже сюда полноценными, хорошими бизнесами. И здесь уже запускались в масштабировании. Ну и четвертое, но не менее важное. Это, конечно, элемент доверия. То есть такие маленькие, небольшие компании, они должны понимать, что партнеры в лице государственных институтов развития – это те партнеры, старшие партнеры, которые не позволят у этих ребят отжать бизнес-идею, как это часто бывает. Не позволят просто забрать права на интеллектуальную собственность. И здесь мы, как институт развития, готовы гарантировать все элементы доверия, что такого не произойдет. И, наверное, покажу слайд, о чем я говорил про рынок. На прошедшем Петербургском экономическом форуме ВЭБ совместно с Агентством стратегических инициатив и нашими друзьями и партнерами из «Сколково», российской венчурной компании, фонда развития интернет-инициатив и акселератора «Сбербанка» мы как раз и запустили, это принципиально новая инициатива для России, мы запустили программу по акселерации и выводу российских технологических решений в крупные российские компании. Не только государственные компании, но вообще в крупные российские компании. Таких компаний мы уже отобрали порядка 70. Ну, не буду рассказывать все детали, вы сможете по ссылке почитать. Как здесь включить? Другой кнопочек, Леш. Вот эту? Сейчас, сейчас. Сможете сами по ссылке зайти на этот сайт. Пожалуйста. Вот «100 лидеров развития технологий». Там есть и все критерии, и как механизм подачи заявок и так далее. Но это очень серьезная вещь, фундаментальная. И мы научимся работать так с нашими партнерами, что каждый из нас будет закрывать свою фазу движения и реализации проекта по мере эволюции технологий и по мере эволюции самого проекта. Тем самым будем создавать, ну, если хотите, так называемый инвестиционный лифт для таких проектов, технологий, пока данное технологическое решение не станет неотъемлемой частью бизнес-процессов крупных российских компаний. А еще лучше, если такие решения немножко будут переворачивать и отрасли целые. И хорошо быть не только у нас в стране, но и в мире. Тогда мы получим десятки таких компаний, которые в свое время эти отрасли перевернули. Ну, а вам всем я желаю удачи, всем конкурсантам тоже желаю удачи. И, конечно, самое главное в том, что вы делаете, это то, что вы делаете то, что вам нравится. Когда вы делаете то, что вам нравится, это обязательно всегда получится. Всем хорошего вечера и удачи. Спасибо, Алексей. Спасибо большое. Друзья, мы потихонечку-потихонечку движемся дальше, хоть погромче. Дайте шума, как говорят, знаете, вот рэперы, там, гип-хоперы, Тимати и так далее. Григорий Горсиков, президент GCR Russia. Это человек, без которого это мероприятие частично не могло произойти. Спасибо большое за то, что ты приехал сегодня и вообще являешься нашим партнером. Всем привет. Вань, спасибо большое, что пригласил. Не первый раз уже на этом мероприятии, каждый раз получаю огромное удовольствие. Спасибо еще раз организаторам, Ване, Даше за это прекрасное мероприятие. Меня зовут Горчков Григорий, я президент GCR Russia. И сейчас я расскажу, что это такое. GCR Russia. Вот этот слайд. GCR Russia – это лидерская организация номер один в мире. Она объединяет молодых предпринимателей, политиков, общественных деятелей и просто влезет в активные жизненные позиции в возрасте от 18 до 40 лет. В мире эта организация существует более 100 лет. В России этот год у нас юбилейный, 25 лет нам исполняется. Активных участников по всему миру 200 тысяч, порядка 200 тысяч. Всего за время существования GCR больше миллиона человек прошло через нашу организацию. И в данный момент мы представлены более чем 120 странах. Вот синим на карте показано, где мы есть. Белое – туда, куда мы стремимся. За долгое время существования в мире GCR очень большое количество известных политиков, предпринимателей, общественных деятелей были либо рядовыми участниками организации, либо ее возглавляли. Наверняка вы знаете всех на этом слайде. Это далеко не все известные люди. Но я хотел бы отдельно остановиться на двух представителях российской организации. Это Сергей Катырин, президент торгово-промышленной палаты. Он был участником GCR, сенатором почетной нашей организации. И Сергей Полонский, который 15 лет назад возглавлял московское отделение нашей организации. Собственно, чем мы занимаемся? У нас есть несколько направлений. Первое – это бизнес-клуб. О нем я чуть попозже подробнее расскажу. Публичные мероприятия. Мы являемся партнерами таких мероприятий, как сегодняшние. Мы проводим свои бизнес-форумы. Сегодня тоже на сцене будут спикеры, которые у нас на форумах выступают. Мы официальные партнеры ГБУ «Малый бизнес» в Москве, Росмолодежи, Российского союза молодежи, многих-многих организаций проводим много совместных, в том числе бесплатных мероприятий для молодых предпринимателей как Москвы, так и России. Международное сотрудничество. Наша организация – одна из немногих, кто предоставляет очень широкий спектр международного сотрудничества для предпринимателей, для общественных деятелей. Напомню, более 120 стран, более 200 тысяч потенциальных ваших партнеров и друзей по всему миру. Реализуем социальные проекты, как в России, так и являемся частью международных социальных проектов. И мы организуем тренинги по разным направлениям. GCI на более чем 10 языках мира проходит тренинги, будучи нашим участником, в любом из них вы можете принимать части. Какие бизнес-возможности дает GCI? Первое – это контакты. На абсолютно разных уровнях, как российские, так и международные. Международное обучение. В GCI много обучающих программ. Допустим, сейчас, прямо сегодня в Японии проходит программа, там тоже наш представитель участвует. На следующей неделе будет обучающая академия в Швеции, там тоже будут наши участники. И если вам это интересно, обучаться бизнесу, предпринимательству, лидерству, ораторскому искусству, не только в России, но и в многих странах мира, вы можете это делать благодаря нашей организации. Международная карьера GCI. GCI является официальным партнером ООН, ЮНЕСКО и многих других международных организаций. И те, кому интересно строить дипломатическую карьеру, а международную карьеру, могут это сделать GCI. Международные конференции. Ежегодно, я бы сказал, даже каждую неделю в мире проходит то или иное мероприятие, которое организует GCI в той или иной стране. Но есть основные, их пять в году. Международный конгресс, европейская, азиатская, американская, африканская конференция. Допустим, две недели назад мы вернулись из Кореи, где была азиатская конференция, там было 7 тысяч человек. 7 тысяч представителей GCI со всего мира собрались в одном месте, в одной площадке. И, понимаете, такая глобальная нетворкинг, наверное, самая большая глобальная бизнес-творкинг-площадка в мире. Бизнес-клуб. Об этом хотел бы немножко отдельно рассказать. В рамках нашей организации мы совсем недавно открыли бизнес-клуб, потому что мы видели потребность предпринимателей, участников нашего сообщества получать больше бизнес-образования, получать больше бизнес-контактов и напрямую общаться с легендарными и успешными предпринимателями нашей страны. Что вам представляет бизнес-клуб? Встречи с легендарными предпринимателями, с теми людьми, которыми даже в обычное время познакомиться, подойти нет возможности. В нашем клубе это можно пообщаться один на один. Очень сильное сообщество единомышленников, предпринимателей. Экскурсии в топовой компании, разговоры, общение, диалог с собственниками. Ну и построение международных связей, о чем я говорил ранее. На экране представлены наши спикеры. Это те люди, кто был на нашем форуме, кто является ментором в нашем бизнес-клубе, кто просто приходит на наши бизнес-завтраки, бизнес-ужины, встречи и так далее. Это далеко не все. Здесь много еще уважаемых людей не хватает. Я надеюсь, в следующий раз, когда я буду выступать, таких слайдов будет 3, 4 или 5. Об этом я уже сказал. Я не буду вас мучить QR-кодом, как предыдущие ораторы. Но если вам интересно знать, чем занимается наша организация, вы можете подписаться на мой инстаграм, gagorchkov.ru. Ну и самое главное, сегодня после этого мероприятия на выходе из зала там есть стойка нашего бизнес-клуба. Если вам интересно принимать участие, вступить, узнать о наших программах, подходите туда обязательно. И такой небольшой сюрприз для сегодняшних зрителей, участников в течение недели по кодовому слову стартап-шоу особые условия на вступление в наш клуб. Все, спасибо всем большое, хорошего вечера. Спасибо тебе большое. Спасибо. Весь вечер будет туда-сюда микрофон и пульт передавать. Так. Абурат, свет потише. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, не случайно вы посмотрели это видео, правда красиво? Да, правда красиво? Я хочу пригласить на сцену Мадину Шабатукову, основательницу ювелирного дома, золотая архидея. Мадина, ваши аплодисменты, я вам скажу более того, что Мадина не просто предприниматель, который занимается ювелирным бизнесом, их компания еще является спонсором. Представляете, у нас впервые за 4 года спонсор есть, это ювелирный дом Мадины, за что Мадине большое спасибо. И сейчас я буду мучить ее разными вопросами, ваши аплодисменты. Что ж вы такие скучные-то, а? Мадина, подходи ко мне, держи микрофон. Мадин, у меня к тебе есть несколько вопросов, ты не против, если я тебя помучаю, потому что все же, видишь, про бизнес уходят сами, рассказывают. А ты впервые на сцене, правильно? Да нет. Нет, в Москве, в ЦДП не первый раз, нет? У вас, да. Хорошо, прекрасно. Мадин, скажи, пожалуйста, вот первый вопрос, как вообще родилось название Золотой Орхидеи? Ну, наверное, у меня путь такой очень интересный был. Погромче. Я еще была маленьким ребенком, когда вот в школах всех выводили на субботник, все помнят, да? Поэтому я с удовольствием наблюдаю за субботниками Ковалева, господина. Вот, и когда все дети работали, я нашла вот Орхидею, и она цвела. Ну, я как-то это все забыла. И потом, первое, образование, это юридический факультет. Второе, психология. Психологией я занимаюсь очень серьезно в Московском государственном университете. На днях у меня защита. Это не та история, где можно просто купить себе какую-то диссертацию. Я действительно очень серьезно занимаюсь психотравмами. Вот. И что я хочу сказать. Ну, коль уж так вот это детище зародилось, ему 18 лет, и все наши клиенты были практически в 80% это москвичи, я очень уперто не хотела здесь открывать ничего. Ну, так вот случилось, что я понимаю, что это тоже судьба. Да. Как зародилось вообще название вообще? То, потому что ты нашла Орхидею или что? Ну, это очень длинная история. Вот, когда я открывала первый бутик, их три, было на сегодня два в Нальчике, почему-то вот мне, я вспомнила тот случай, я думаю, ну, красиво же, а почему нет? Ну, что ж, отличный вариант. Очень красиво. Скажи, пожалуйста, какие были первые шаги? Вообще, как бы, вот опиши, вот, вот, то, что ты начинала? Вы знаете, у меня вообще нет стоп. Вот, наверное, я скажу молодым, что, наверное, вот здесь присутствуют люди, которые мне очень сильно помогают в плане… Конечно, я одна никогда бы… Вот даже сюда подготовиться за три дня. Так а с чего ты начинала-то? Я рассказывала. Вот как это возможно? Возможно только создать очень хорошую команду и хорошо платить. Не ты один должен кушать, все должны кушать. У меня нет задачи стать самой богатой женщиной и блистать на обложке Форбса. Вообще нет такой задачи. Но почему-то меня туда несёт. Я объясню. Есть дела. Это такая притча, её все знают. У одного арабского шейха спросили, как вы разбогатели. Он сказал, я соревновался с Богом. Как вы можете такое себе позволить сказать даже? Он сказал, он дал, я отдал. Он дал, я отдал. В конце он победил. Отличная притча. За это я получила мецената премию, когда мне вручали мецената. Я так растерялась на сцене, что я все награды забрала. Меня позвали кому-то дать награды. Я собрала все награды. Вообще в России из известных таких филантропов только Рыбаков говорит о том, что он филотроп, меценат и так далее. А вот как ты решила вообще стать филантропом? Я расскажу. Мне не доставляет удовольствия. Может быть, я сейчас буду говорить примитивные вещи, но я общаюсь всегда на доступном языке. Если надо, я буду категорическими императивами показывать свой интеллектуальный уровень. Но я думаю, что здесь интересно всем друг друга понимать. Какой был вопрос? Как ты решила стать филантропом? С чего? Ну, мне неинтересно, когда я одна. Ну, вот Шанель, Шанель. Ну, накупили мы этой Шанели, одели. Вот теперь я больше не отдам никогда за пиджак 700 тысяч. Это глупо. Сегодня мне неинтересно кушать это одной. Я поняла, что высшее наслаждение получает дарение. Вот когда рядом со мной люди счастливы, для меня это самая большая радость, самая большая Бог слышит. Хорошо. У меня следующий вопрос. Вот три твоих самых больших достижения. Три достижения. Первое достижение. Ну, наверное, я обобщу и скажу, что самое главное достижение — это, наверное, кто-то внутри очень нежное. То есть достижение то, что ты нежное внутри? Нет, но об этом кто-то из великих сказал, не надо никому знать, потому что в основном я работаю с бизнесменами, и там мужчины, и мне никто не говорит, ой, вы такая прекрасная, мы вам сделаем скидку. То есть подошел срок... То есть достижение то, что скидки не делается? Нет, слушайте, у нас сколько времени? Мы не забираем миллионное время? Ну, мы часть пообщаемся, нормально? Но я считаю, что самое большое моё достижение и его обобщу — это быть самим собой. Вот какая есть, такая есть. Я не ношу маски, я не готовилась к вашим вопросам. Я понял. Вы поняли. В чём секрет тогда? Всё, расскажи-ка, последний вопрос, чтобы тебя не мучить. В чём секрет твоего успеха? Прямо вот в чём секрет Мадина и Саботока? Да, я не пойму. Вот до сих пор, вот я сама три дня не сплю, я не могу понять, какой успех. Что вы имеете в виду? Деньги? Ну, чаще всего в материальном мире как бы деньги считаются это успехом. Да? Ну, я тогда скажу. Вот я, если у меня родилось желание внутри, в сердце, сразу рождается реакция в голове, и меня никто не остановит. Недавно мне звонит юрист и говорит, мы никогда не сдадим это помещение. Ты понимаешь, это сейчас кризис. Я говорю, послушайте, другой человек звонит, там метил, в какое-то созвездие, что-то падает. Я говорю, вот меня прекратите программировать, у меня своя программа, я буром иду. И люди, когда мне говорят, вот мои близкие, говорят, вот не получится. Я говорю, просто поверьте мне, доверьтесь. И вот это что-то такое врождённое. То есть, ну, по большому счёту, верить в себя и в это будет... Да, наверное, ещё кровь у меня тут намешанная. Сто процентов. Да. Давай я про самое интересное для наших зрителей. Вот посмотри на этот экран, видишь? Друзья, кто знает, что на экране девушки? Так, ладно, мужчины. Это кулон вообще-то, ну ладно. Смотри, дорогие друзья. Нет, это не кулон. Совсем скоро каждый из вас может выиграть. Это колье. Это очень красивое колье. Там в центре полкарата, да. Мы могли выставить другой лот, но спрос рождает предложение. Мы должны понимать вообще. В общем, каждый из вас может выиграть. Вот именно вот это замечает. Да, и вот цена — миллион двести рублей. Тут есть сертификаты, можно всё посчитать. Дураков сейчас нет. Наводите телефоны. Чего вы сидите-то? Наводите телефоны. Каждый достаёт и наводит. Вам нужно подписаться всё лишь на всё на инстаграм. Мадина, и она пригласит вас скоро на открытие магазина, который находится на Арбате, в рамках которого вы сможете выиграть непосредственно данную. Да, у нас на старом Арбате давно стоит это помещение. И как только меня мама выпихнула в Москву, я очень не хотела уезжать, но мама сделала всё для этого. Ну, для этого были какие-то там и семейные дела. И она сказала, девочка моя, ты менталитет переросла, давай. В общем, тогда вот мы это помещение приобрели, и просто я вот подходила к нему каждый раз и думала, открыть, не открыть. Мне так надоело это всё, это золото надоело. И я вообще всё бросила и два года путешествовала, лечила себя от всей дури, которая со мной произошла. Но потом я поняла, что мне скучно, мне это всё нравится. Я вернулась в науку, вернулась в красивый бизнес. И мы вам покажем то, я не говорю, что вы не видели Граф, Меркурий, но мы вам покажем всё то же самое, только по другим ценам. И всё будет очень высокого качества. И я думаю, что от нас вообще, от меня никогда ни один клиент не уходит. Мадина, спасибо тебе большое. Спасибо большое! Ой, мне так понравилось. Я понимаю. Предлагаю, давай сделаем следующую конференцию, чисто ювелирную. И будем разыгрывать три таких, значит, как бы жерелья, кулона, да, для того, чтобы был полный зал, как вариант. Даже можно здесь жить. Хорошо, спасибо. Спасибо, Мадина. Друзья, прошу им жить строго, для Мадина это первое выступление в Москве, на такой большой сцене, тем более у нас. Поэтому самое главное, что Мадина является женщиной-предпринимателем, и тем более в такой очень сложной сфере. Зачастую кажется, что ювелирка — это, блин, это так просто. Но посмотрите, сколько... Вот если так задуматься, например, недвижимость, о чём знает хорошо Ковалёв, и вот ювелирка, например, это нужно иметь не просто стальные нервы, это нужно ещё иметь, я там, не знаю, за душой гаубицу, там, самолёт и атомную бомбу, чтобы в случае чего, в общем-то, ну, от всех отбиться. Мы движемся дальше. О, погромче, погромче. Сейчас начинается хип-хоп история. Айтишник, который... Айтишник-математик, который решил строить дома, понимаете? Это всё по такой вот айти-системе. Погромче, погромче. Нормально. Музыка хорошая, ваши подписьменты. Сейчас всё будет. Музыка хорошая, ваши подписьменты. На сцену приглашается Александр Дубоенко, основатель совладельца Goodwood. Сташа? Да, Берег. Супер оружие. Музыка включили, спасибо. Друзья, всем привет. Как тут уже было написано, меня зовут Александр Дубоенко, основатель компании Goodwood. Дело в том, что наш рынок очень сложный. Кто-то сказал, что самый сложный рынок – это ювелирки. Согласен. Но рынок строительных домов, мне кажется, не менее сложен. И, к сожалению, он падает. То есть, загородные дома дорогие, экономика страны, как вы знаете, падает. Дома покупать никто не хочет. И, по идее, мы должны были уже давно умереть. Ну, я имею в виду, как компания. Но почему-то мы продолжаем расти. И за счет чего это происходит, я бы хотел вам рассказать. Мы, на самом деле, изменили корпоративную культуру и внедрили несколько очень конкретных, очень простых IT-инструментов. Каждый из вас, кто занимается каким-то бизнесом, может внедрить то же самое и полететь вверх. Поэтому я просто вам хотел показать несколько фишек наших. Так, ну, во-первых, мы сделали в компании полную прозрачность, внедрили так называемую Microsoft Power BI. И у нас каждый сотрудник, без исключения, имеет 100% информации о том, что происходит в бизнесе. То есть, что имеется в виду? Все, что связано с выручкой, с маржой, бюджет, все системы оплаты труда, у кого сколько зарплаты, какая прибыль, сколько я зарабатываю лично и так далее. То есть все цифры полностью у нас доступны для всех. Сначала очень много предпринимателей, особенно в нашей стране, они очень параноики. То есть они боятся, а как так? А как можно один человек знать зарплату другого? А, собственно, почему бы и нет? Кто сказал, что это неправильно? Вот у нас это работает, и оно, кстати, стало работать, нам помогает. Дальше. Мы внедрили так называемый KaizenBot. То есть что это такое? Очень коротко. Кстати, у меня тут телефончик есть, я вспомнил. Значит, видите, телефон написан. Это мой телефон, настоящий. Вот он, кстати. То есть я в течение презентации жду туда вопроса. Пожалуйста, срочно пишите. Хотел вам рассказать маленький лайфхак, что позволило мне написать телефон на экране. Кто-нибудь знает? Но я думаю, часть уже знает людей. Знаете, да? Я навсегда отключил входящие вызовы. То есть ни один человек в мире мне не может позвонить по телефону. Уже два года я не принимаю звонки. Кстати, тоже подумайте над этим. Может быть, вам так же сделать. Но зато все могут писать, пожалуйста. Весь мир может мне писать, и я всегда доступен. Но это так. Прелюдия была небольшая. Пожалуйста, пишите. Итак, Telegram-бот, что это такое? Тут, по-моему, видео есть небольшое. Сейчас попробуем включить, посмотрим, как он работает. Все, да? Значит, идея такая, что каждый сотрудник компании может написать какое-то предложение, что он может улучшить. Ну, что он предлагает улучшить, просто у себя в боте пишет это предложение. Во всех наших переговорах висят вот такие экраны, которые мы называем Кайдзен, и как только он какое-то предложение внес, всего фотография появилась во всем офисе. То есть это такая стимуляция, что ты что-то предложил. И тут же рейтинг топ сотрудников за последний месяц, кто сколько предложил, за каждое предложение маленькое копеечка, маленькое подчеркиваю, капает. За каждое принятое кем-то предложение тоже капает, и за каждое внедренное тоже капает. Тем самым мы вовлекли всю компанию в улучшение. То есть постоянно, постоянно мы давайте, давайте, давайте напоминает, что-то предложи, что-то предложи, как нам улучшить, что-то предложи. Самые лучшие предложения рассматриваются торжественно во всей, ну, на всяких мероприятиях компании, там, награждений и так далее. Тем самым мы, чем больше людей вовлечены в процесс улучшения, тем это лучше работает. Подчеркиваю, это позволяет нашей компании не снижать свои обороты, несмотря на то, что рынок достаточно сильно падает. Ну, и еще один интересный кейс, уже пишите вопросы, потому что скоро я не смогу их читать. Еще один интересный кейс про собеседование. Дело в том, что, вот как обычно происходит собеседование в ваших компаниях, я не знаю, конечно, но обычно это HR, что-то по собеседованию, HR отвечает, что, ну да, давайте, может быть, мы вечером вам напишем или не напишем. Ну что, рассмотрели, мы еще не знаем, но потом второй тур, третий тур, и человеку, может быть, берут, может быть, не берут, как обычно берут неподходящего, он потом не подходит и так далее. Что сделали мы? Мы решили все собеседования записывать на YouTube, ну, в смысле, на видео, и потом в течение одного дня эта видеозапись отправляется порядка, наверное, 40 человек, в среднем смотрят каждого кандидата. Кто смотрит кандидата? Ну, например, это продавец, кто должен смотреть, брать этого продавца или не брать? Первое, его коллеги, второе, его начальник, третье, все смежные отделы, которые взаимодействуют с ним, и даже потенциальные клиенты, которые, ну, не потенциальные, а дальше наши друзья-клиенты, которые теоретически могли бы с ним работать, тоже делают такую оценку. И все должны посмотреть этот ролик до конца дня, 23.59, у меня любимое время. Значит, в 23.59 все смотрят, нажимают на кнопку, и уже получаем результат. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит, потому что мы как раз на эту тему небольшой ролик сняли. Наш интервью продлится около 30 минут. Наш диалог с вами будет записан на камеру. Это делается для того, чтобы коллеги посмотрели запись. Чтобы команда также ознакомилась с нашей встречей. И не мучили вас с дополнительными вопросами. Хорошо. Мы пришли к выводу, что вы очень хороший специалист. Расскажите, пожалуйста, что вы последние два года? Последние два года я работал менеджером отдела продаж. Последние два года я заканчивал обучение в университете. Я работал ведущим архитектором в архитектурном бюро. Продавал инженерные системы и отделку. По нашим проектам там построили на 73 дома. А какие конкретные достижения вы могли бы отмечить? Достижения, они в отделе продаж считаются цифрами. Архитектурное бюро — это команда. Мы работали как слаженный организм. До 125 миллионов в год. Лично моих целей там нет. Это все заслуги целой компании, людей. Спасибо. Слайд, вперед. Да, классная штука. Значит, я здесь вопросы получаю, все круто. И уже даже успел их прочитать. Все под контролем. Так вот, что еще хотел сказать. Вот такой подход к собеседованиям дал нам два неожиданных... Подожди, пожалуйста, слайд вперед. Слайд вперед. А, понял, есть. Вот такой подход к собеседованиям дал нам неожиданный эффект еще. Во-первых... Запустить нам презентацию? Ну, там последний слайд, собственно, можете включить и все. Дал неожиданный эффект. Дело в том, что когда человек новый выходит на работу, и обычно начальник его представляет и говорит, здравствуйте, коллеги, это Вася, он наш новый бухгалтер. В этот момент что происходит, знаете, вот все так... То есть это прям такое переключение взгляда и такая молния негатива на него. И он еще потом неделю только отходит от этого. Ну, знакома вам, наверное, ситуация. Либо вы либо с той стороны были, либо с этой. Вот. На самом деле у нас такое невозможно, потому что все видели этого человека, и более того, его все одобрили. Я вам забыл сказать. Дело в том, что у нас нет имеет приоритет в данном случае. То есть если хотя бы один человек, который посмотрел собеседование, сказал нет, все, человек не рассматривается. То есть если баба-яга против, то... Конечно, баба-яга против, то уже дальше не рассматривается. Так вот. И еще один интересный эффект. То есть, во-первых, человеку удобнее начинать работать, а вторая, абсолютно неожиданно всплывающая вещь, оказывается, человек, который написал «да» и сказал, что это наш, и он нам подходит, он, получается, принимает ответственность за адаптацию и развитие этого человека на этом рабочем месте. И тем самым он... Ну, это само действует. Это как-то на уровне психологии прорабатывает. Тем самым он подтверждает, и он помогает ему адаптироваться и приживаться к компании. Очень советую это использовать. Очень коротко отвечу на вопрос. Во-первых, спросили, какие у вас обороты. Там написано было 3 миллиарда рублей. Дальше маржинальность. Маржинальность порядка 30%, но это грязная. Чистая ноль, как обычно, это так у всех. Дальше тут написано, ну, самая правильная чистая прибыль – это ноль. Ну, вы же знаете. Вот. И еще научить ее, во-первых, считать. Хоть кого-нибудь. Меня, например, я не умею. У меня Ашка тоже просит два вопроса. Опрос номер один. Есть ли поселки Гудвуд? Конечно. Ну, нет. То есть ты не просто дом продал, а ты построил дом, произвел, построил и заселил. Есть, но называть не буду, потому что кто-то подумает, что это реклама какая-то подстава. Не-не, не реклама. Просто Андрей Ковалев, у него есть целая усадьба, и там огромное количество гектаров, куда нужны твои Гудвудовские домики. Да, да, да. И если сделать там арт-деревню Гудвуд, мне кажется, будет очень круто. Да, обязательно, обязательно пообщаемся. Это хорошая идея. Дальше кто-то сказал, как вы боретесь со взятками чиновников? Вот это я не очень понимаю. Причем если нет вообще до вас. Зачем с ними бороться? Ну, я вот, кстати, вчера, гаишник, меня хотел оштрафовать за езду по выделенной полосе. И я, конечно же, ему ничего не предложил. Он пошел что-то оформлять, потом понял, что это долго, отдал права, да я поехал дальше. Вот так сказать. Тут еще два вопроса, можно? Так что... А вот что, реально ты Портнягину дом проспорил? Проспорил? Ну, проспорил. Да, да, да. То есть ты ему что-то проспорил и построил? Да, 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 это правда. Что, реально, что ли? Да. Ну, короче, поспорим. Вот, сейчас, еще тут пару вопросов быстренько. Вопросов много, я потом лично отвечу, потому что уже пора. Хорошо. Я понял. Нет, не тебе, а мне отсюда уходить. Нормально, нормально. Ты можешь остаться. Я вежливо выгоню. Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что... Тут спрашивают, а как у вас можно поучиться, еще что-то. Я забыл сказать. Дело в том, что мы сейчас запустили бизнес-стажировку прямо у нас, поэтому здесь нету ни QR-кодов, к сожалению, ничего. Просто берите стажировку Goodwood или мне напишите, я тогда вам напишу. Так, ну и последний вопрос. Если прибыль ноль, то как вы показываете неформальный трат? Опять неформальный трат. Да что ж такое? Ну, нет неформальных трат, коллеги. Реально, вот если вот вам очень надо, очень надо, вот допустим, смотрите, учу вас хулиганить без хулиганства. Если вот очень надо, вот этому человеку дать взятку, допустим. Дайте мне взятку. Да, взятку. А вы не хотите это делать? Ну, так я что, что я сделаю? Есть поставщик. Я говорю, слышь, я у тебя куплю кровлю, но при условии, что ты дашь ему взятку. Все, вот вам неформальный трат. Отлично. Все, нет проблем. Вот, учитесь. Если уж прям очень надо что-то такое делать. Можно последний опор за задание? Да, пожалуйста. Слушай, вот у тебя там отличный софт, отличный чат и вообще отличная методология. Ты не думал сделать франшизу вот именно? Всем спасибо. Спасибо большое. Понравилось? Что, брат, что ли? Какие-то вы кислые. Понравилось? Да, да, давайте. А вот смотрите. Вот следующий главный слайд, который нужен был. Вот наводить телефоны ваши, да. Ну что? Про инфо-цыганов немного, да? Про цыган, про цыганян. Про трансформаторов. Это все путиновые. Супер человек. Легенда 90-х. Двухтысячные. 2010-е. 2020-е. Андрей Ковалев. Всем привет. Не, вообще-то я хотел прочитать такую короткую лекцию, там что-нибудь про ошибки в бизнесе, советы дать. Но увидел бизнес-молодость, Ваня, зашквар. Ну, зашквар был здесь у тебя, на этой... Не, у тебя выписали. На этом экране. Услышал Портнягина, конечно, я не мог. И тут Остапа понесло. Ненавижу инфо-цыган! У! Кто их ненавидит еще? Ребята, я год назад жил спокойно. Считал, что МММы все там эти, коперинвесты, властелина, уже давно пересажали. И как-то случайно обратил внимание, что мошенники, аферисты отлично живут. НЛ, и Тиньши, Кешбери, там, и так далее. Увидел, что ребята, которые никогда не занимались бизнесом, читают лекции, дают консультации за огромные деньги. Девственники учат нас заниматься сексом. Что в мире происходит? Какой, блин, Шабудинов, какой Осипов, какой Дашкиев, какой Портнягин, какое они отношение имеют к бизнесу вообще? Ноль. Но наивная, доверчивая молодежь, падкая на эти Ламборджини, Феррари, там, апартаменты в Сити, на все эти элементы красивой жизни, она идет туда, но я, как говорю, немножко утрирую, бараны и овцы с одной извилиной, чтобы они хоть поняли, кто они на самом деле. Идут туда, платят деньги, а эти умные ребятишки, у них же как, танцы, музыка, там, 14 часов без еды, и люди в состоянии таком, и вдруг Шабудинов говорит, ребята, сейчас моя долина, которая стоит миллион, только для вас за 990 тысяч. 200 человек стоит очередь покупать эту, блин, долину. Что происходит? Где мозги у людей? Это молодежь, пожилые люди, пенсионеры. Вот эти тенши, там, НЛы, значит, их завлекают, опять же, яхта обещают, красивой жизни, жизнь тут же рядом, значит, вот эти, которые выдают кредиты по 1000 процентов, все. Я был на программе, впервые, центральный канал, Малахов, программы рассказали про пенсионера, который попал в тенши, взял кредит 250 тысяч, микрофинансовый этот, и повесился. На самом деле, это все было бы очень смешно, если бы это не было страшно. Россию выкашивают, если мы сейчас эту мразь не остановим, через 5 лет, вот здесь будут в зале, половина читать лекцию, другая половина слушать, потом меняться. Вы смеетесь, это плакать надо, все к этому идет. Миллион уже человек, Шабудинов пропустил, 600 человек отдали миллион, это 600 миллионов рублей. Он нам обещает за полгода, что они заработают миллион чистой прибыли. Я сейчас собираю этих людей, потому что реально заработали только 10 человек из этих 600. Собираю этих людей, будем в полицию по мошенничеству писать заявление. Тяжело полиция работает, конечно, это сложный процесс. По судам пойдем, до копеечки вернем эти денежки. Если не появится жесткая стена из людей, которые хотят сделать так, чтобы их не было, ничего не получится. Государство не хочет этим заниматься. Титов полный зашквар. Он с ними дружит. Кстати, Василий Алексеев, генеральный директор лайк-центра, уже депутат в Ижевске. Значит, завтра он будет депутатом Госдумы, Ташкиев будет председателем Госдумы, министром экономики будет какой-нибудь Осипов. Ну, Портнягин, наверное, президентом России, он говорит, хочет стать, чтобы его жена была первой леди. А, кстати, его жена же мечтает, да? Да, я сказал, дело к этому идет. Но я поняла, что я готова стать первой леди. Я просто сижу такой, думаю, блин. Ну, я-то, мне-то придется валить из страны сразу, а я хочу жить и работать в России. Я не хочу уезжать. И поэтому я... А мне говорят, Андрей, а где альтернатива? Ну, где альтернатива? Я создал движение бизнес-волонтеров. Это люди, которые абсолютно бесплатно читают лекции, дойдут к консультации. Ну, например, я там, другие серьезные ребята. Почему? Потому что вообще волонтерство — это признак нашего времени. Заблудился ребенок в лесу, где-то потерялся. Тысячи людей встают, бросают работу, дела, идут, спасают. Там какая-то собачка какая-то там заблудилась, значит, потерялась. Все ее тоже раненые там спасают. Ко мне в мою усадьбу Гребневу потрясающую. Сотни людей приезжают и бесплатно убирают мусор. Бесплатно. И получают удовольствие от сопричастности. И поэтому, друзья, вот здесь особенно первый ряд, давайте в ассоциацию универсум, давайте читать лекции, давайте помогать молодежи, давать им правильные ориентиры о бизнесе. Бизнес в России — это не розовые слюни, это не Lamborghini через месяц и Ferrari через два месяца. Это тяжелая, опасная, трудная, рискованная работа. И если ты можешь не заниматься бизнесом, лучше не лезь туда, работай наемным менеджером. В 9 пришел, в 6 одел пиджачок, и голова не болит. А здесь спишь по 3 часа в сутки, если повезет. А в 2008, я лично, в 2009 году вообще не спал, когда кредитов в 250 миллионов долларов, половина арендаторов съехала, а другая половина стала платить в 2 раза меньше. А банки, любимые и дорогие, вместо 8% сделали 25%. И такой кризис у нас может быть в любую секунду. Поэтому сто раз подумайте, стоит ли заниматься бизнесом. Ну и в завершение твоей короткой речи приглашаю всех еще раз вступить в Ассоциацию Универсум бесплатно. Всех. Бесплатно. Ближайшее. 15 июля, в 7 часов вечера. Я назначил батл этому. Нельзя. Нельзя. Просто кто захочет подписаться на мой YouTube-канал Ассенизатор, потому что говно разгребаю, или на мой Instagram наличие огромного количества ненормативной лекции там присутствует. Лексики там присутствуют. Поэтому 15 июля я назначил ему батл в подсолнухах. Ну я думаю, что не придет. Они трусливые. Ну что эти дети? Ребята, я вам хочу рассказать, что если там надо... Вот такие. А я-то, блин, 90-е прошел. Нас-то уже кто прошел 90-е, хрен чем испугаешь. Так вот. И они меня боятся, конечно. Они меня сразу банят, удаляют. Значит, а 25 июля у нас в бизнес-парке Дербеневских я делаю такой форум по коммерческой недвижимости. Кто хочет выступить, в том числе и с деревянными домами, приходите. Мы рады гостям. Андрей Ковалев. Счастья всем, любви и удачи в бизнесе. И побольше денег. Андрей, можешь скажу? Андрей Ковалев, Советский Союз. Мне всего 62 года. У меня тоже 52, но как-то мы с тобой почти до друга догоняем. Так. Ну что, понравилось? Понравилось? Нет, нет. Понравилось? Нет, нет, нет. Давайте. Скоро, скоро будет стартап. Но пока Артем Скалов. Миссисмен, директор по маркетингу и сейлз. Ты там. Я вижу, место пустое. Начал молиться, креститься. А ты таки есть. Даю тебе два супероружия. Да, у меня же нет презентации. Друзья, всем привет. Очень полещён в такой аудитории уступать сегодня. Я был, наверное, не так растречив, как предыдущий оратор. Очень мне понравилось. Прям вообще, прям кайфанул я. Подпишусь обязательно на канал. Я долго думал, о чём мне рассказать. И я 2007 года торгую в интернете. 12 лет — это практически весь мой сознательный возраст. Я торгую в интернете очень много разными фичами. И поэтому я расскажу, как я к этому пришёл. И расскажу про то, как создавались наши маленькие магазинчики. И такие большие, как у многих, наверное, из вас. Как они работали, как они закрывались. Все бизнесы, про которые я сейчас расскажу, они все рано или поздно закрылись. Это будет моя история факапов. Как разорить свой бизнес. FACAP.Forever. Да. Я, кстати, очень давно хочу сделать конференцию факапов, потому что про факапы никто рассказывать не хочет. А мне вот очень нравится. Начнём с очень простого, с первой истории. Когда мне было 15 лет, мы решили с ребятами, что мы должны банчить мобильными телефонами. Именно банчить. Потому что суть нашего предприятия заключалась в следующем, что мы ехали из города Тверь на электричке в Москву в газете «Из рук в руки», которую, может быть, кто-то из вас даже помнит. Вот. Кстати, сегодня никто не просил поднять руки. Очень странно. Давайте поднимем руки. А кто помнит газеты «Из рук в руки»? Вот. Прекрасно. Всем видимо, он сложит столько желез, сколько и мне. А кто знает группу «Руки вверх»? Оу. Да, круто. Мы ехали в Москву, газеты «Из рук в руки» находили покупателей, созванивались из автоматов, когда не было мобильных телефонов, либо звонили на мобильниках, покупали эти мобилы, везли их в город Тверь прекрасный, накидывали 2-3 тысячи, там это в 2003-2002 году, и это были довольно прекратные деньги, которые мы могли потратить на прекрасный обед в столовой, в школьной, или на какие-то более в тот момент важные вещи, сухарики-трекорочки, пиво «Афанаси» или какие-то такие вот школьные радости. Очень долго мы этим промышляли, продавали мы и как конечным покупателям, так и самым большим любителям скупки краденого, и не только краденого, у нас в Твери стояли такие ребята из цыганских семей, которые это скупали. Наш бизнес прогрел на чем? Он прогрел на том, что господин Чичваркин открыл Евросеть, если раньше цыгане не знали цены на эти мобильные телефоны, которые мы им привозили, теперь они стали с прайс-листами Евросети, и обмануть их стало невозможно. Наш бизнес был закрыт. Вы хоть денег-то заработали? Да, конечно, заработали приличный денег. Я не говорю, что мы прогорели. Невозможно погореть, ты же купил и продал. Когда-то прогорешься. Следующая история, когда мы приехали в Москву, даже первый онлайн-стартап, назовем это так, заключался в следующем. Мы распечатали на офисном принтере у моего одногруппника объявления, в которых написали «Доставка картошки на дом». Мы хотели доставлять картошку на дом. По нашему бизнес-плану мы должны были снять гараж в районе метро Бойковская в Коптево. И в силу того, что этот район довольно старый, там очень много пожилого населения живет, мы планировали бабулям возить мешками картошку, чтобы им было дешевле, удобнее, чтобы не было, это был как социальный проект, мы хотели сделать и заработать денег. Но он был прерван на первый же день, после первой ночи расклейки объявлений, потому что после этого нам звонили ребята с соседних рынков и угрожали нас найти. Поэтому наш бизнес не задался с самого начала. Поэтому мы подумали, что может быть безопаснее, чем интернет. В интернете же нет закона. Вообще, на самом деле, по этим историям можно отследить, как, в принципе, ритейл в целом развивался в интернете. То есть онлайн-ритейл очень много проходил, это вообще тема отдельной дискуссии, очень много интересного, в том числе заключения законодательства и принципов работы. Тогда закона не было, поэтому мы решили, что раз уж с картошкой не получилось, то надо попробовать чем-нибудь более дельным поторговать. И в тот момент как раз появились УГИ, кто-то, наверное, помнит еще те времена, когда УГИ – это был признак… был… что? Ну, там, когда это было только у золотой молодежи. У нас было очень много девчонок из МГУ, и они все очень хотели УГИ, ездили в Европу, за ними покупали. Мы подумали, а почему нельзя их здесь купить, просто как обычно перепродать? Это же довольно простая схема. Тогда еще работал прекрасный рынок Черкизон, на который можно было приехать. В течение двух-трех дней мы нашли одного-единственного поставщика УГИ на всю Москву, и прекрасный одностраничник, в те времена не было лендингов, это был 2009 год, или 2008, или 2009, уже не помню, когда мы сделали прям полноценный одностраничник, повесили-то УГИ, покупали на Черкизоне за 5500, и, соответственно, за 15 их продавали. Было тоже очень удобно. И здесь был очень простой бизнес, потому что не было еще никакой конкуренции на рынке. Мы могли просто зарабатывать 40-50 тысяч в день после, скажем так, после института, да, в свои там 18-19 лет. Артем. Да. Ты меня прости, пожалуйста. Да. Таймер. А закончился уже? Да. Блин, ну сорян, ребята. Ну, в общем, мы там тоже прогорели. Мне кажется, нужно сделать специальную конференцию, такой fuck-up stories. Да, ну, в общем, я только два момента дополню, которые важно сказать. Значит, одну историю, можно я расскажу одну? Кратко. Одну последнюю. Мысль очень важна. Если хочется сэкономить, не всегда это нужно делать. Мы однажды, мы сэкономили, когда везли 30-50 килограммовых коробок из Китая, мы решили доставить не сборным грузом карго, а через Казахстан, чтобы сэкономить там 3 доллара в килограмм. Мы получили груз на станции Павелецкая товарная, которых нам казахи выкидывали из вагонов. То есть было там вот типа 10-15 вагонов, с каждого вагона в коробке вылетали просто на улицу вот так. Значит, кричали, казахи качали, что сейчас придет милиция, и нас всех посадят. Ну, слава богу, все получилось. И вот. И в этом тоже прогорели? Да. Спасибо тебе большое, Артем. Друзья, ваши бурные аплодисменты. Я вообще на самом деле впервые слышу. Ты, конечно, гениальный человек, потому что поделиться факапами, вот, знаете, вот на факапах можно как вот это модное слово VS, как оно переводится, кто знает? Во, правильно. Вот с этим можешь сделать такой, значит, там, факап-стори, с этим типа два лица. Кто рассказывает более ужасную историю, тот, значит, победит, победил. Движемся дальше. Константин Харский. Костя, давай. Мелик, гениальный человек. На одном из переприятий Константин рассказывал про птичку, которая ввесла кучку. Да? Стой. Правильно? Еще и другая история будет. Если интересно, загуглите или писайте в интернете Константин Харский или тот самый Харский птичка. И не только птичка. И не только. Да. Привет, я очень раз снова быть с вами. Я снова принес книжку. Не обращайте внимания, что она по-другому выглядит. Это та же самая, только первое издание. И я хочу сегодня рассказать очень короткую историю. Это я сделал? А как я это сделал? Иван меня оставил в одиночестве. Он в меня верит. Ну ладно. Впечатление, что это скрытая камера и кто-то на этом делает деньги. Вот. Ну, вы в курсе про этот хэштег? Ну, вдруг кто-то еще новый в зале. Меня представляли одной женщине, ну, такой влиятельной. И человек, который нас знакомил, показал на меня и говорит, вот Харский. Эта женщина посмотрела на меня и говорит, тот самый. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, я читала ваши книги и себя, и вас представляла по-другому. Я говорю, ну, интересно, и как вы меня представляли? Она говорит, я думала, что вы старый, старый, мудрый и бородатый. Я говорю, ну, извините, ну, бороды нету. Ну, все остальное вроде, да. Мы с вами расстались в прошлый раз вот на этой фразе. Так. Что-то я сегодня неправильно листаю. Фраза. Слушайте, как у других получалось-то хорошо? Ты просто вперед кликаешь, у тебя появляется. А когда ты говоришь вперед, ты имеешь влево или вправо? А знает ли птичка, что она птичка? Правильно, Павел? Вот видишь, кнопка стерта. Вот на нее жми. Все. А направлять на людей надо или на экран? Ну, если по направлению, то вот на того молодого человека. Вот на него. Понял. Итак, мы с вами расстались в прошлый раз вот на этой фразе. Это фраза, которая, в общем, может выбить слезу. Она истинна, я в это верю. И эта фраза является кратким пересказом книги «Большая перемена». Человек не проживает ту жизнь, к которой готовился. Человек не проживает ту жизнь, о которой мечтает. Очень жалко говорить об этом, но человек не проживает ту жизнь, которой достоин. Человек проживает жизнь, на которую решился. И вот, размышляя на тему, как люди принимают решения, примерно в 2000-х годах я писал книгу о ценностях. И вообще я себя считаю исследователем человеков на самофинансировании. Единственное, что меня действительно заводит, это понять, как устроен человек, как он работает, как он думает. Так вот, размышляя на тему, как работает мозг человека, я предположил, что тут в голове есть такой специальный ментальный механизм, который помогает нам принимать решения, обосновывать решения. Я этот механизм назвал «обоснователем». Сейчас я вам быстро расскажу, как он работает, и это может изменить вашу жизнь. Каждый раз, когда человек встает перед принятием решения, обоснователь задает ему два вопроса. Меня поразило, что какое бы решение ни принималось, обоснователь задает одни и те же два вопроса. Первый вопрос обоснователя. Чего ради? Ну, например, вот мужчина делает предложение женщине, говорит «Айда замуж!». Этот мужчина должен быть уверен, что в этот момент в голове женщины звучит один вопрос. Чего ради? И если мужчина в своем предложении не подсказывает, как жизнь женщины изменится к лучшему, то она может не согласиться. Понимаете, когда вы продаете своему клиенту какую-то идею и говорите «Инвестируйте в мой проект», в голове инвестора звучит первый вопрос. «Чего ради?». И вы, если вы желаете, чтобы ваше решение было принято, должны подсказать инвестору, девушке, покупателю, как к лучшему изменится жизнь этого человека, если он примет ваше решение. Но вопрос «Чего ради?» только первый. Он нужен нам для того, чтобы понять, задавать второй вопрос или нет. И я расскажу, одну историю, связанную с обоснователем. Группа мужчин, там был тренинг, мы проходили обоснователь с ними, они пошли гулять, Питер, Белые ночи. На следующее утро один из них рассказывает, что они случайно стали свидетелем в Питере на каком-то мосту, мы не смогли вычислить какой-то мост, стояла девушка за перилами и смотрела в воду. Ну, то есть она намеревалась прыгнуть. Мужчина, который был свидетелем, мне рассказывает, он говорит, по голливудским фильмам мы знаем, что подходить нельзя, можно спугнуть. Но, говорит, мужское достоинство мешало уйти. Я не знаю, как конкретно оно им мешало, но он так сказал. И тогда он к этой женщине обратился с вопросом «Зачем тебе это надо?» Ну, то есть он ей задал вопрос «Чего ради?» И женщина ответила довольно странно, она сказала, пусть он пожалеет. Мужчина говорит, кто он? Ну, там, кто-то обидел ее. Так вот, вопрос «Чего ради?» нужен только для того, чтобы понять, задавать второй вопрос или нет. Какой ценой? Когда вы предлагаете инвестору сделку, вы должны подсказать ему, как к лучшему изменится его жизнь и сказать, какую цену он заплатит. Я сегодня буду краток, и я скажу вам, ну, только самое главное. Сейчас в этом зале прозвучат три реально магических слова. Если ваш покупатель к этим словам придет, то вероятность сделки практически удваивается. Вы готовы эти магические слова услышать? Покупатель должен сказать слова «Оно того стоит». Но покупатель сам по себе эти слова, скорее всего, не скажет. Поэтому первым эти слова произносит продавец. Вы, рассказывая о своем продукте, должны сказать, чего ради в этот продукт инвестировать. И обсуждая цену, в самом широком смысле цену, вы должны произнести слова «Оно того стоит». Если вы их произносите, то вероятность, что произнесет их ваш инвестор или ваш покупатель, выше. Теперь давайте убедимся, что на практике убедимся, что вы поняли эту идею. У меня тоже есть телефон, у него тоже есть номер. Номер моего телефона 903-283-0510. И книга достанется тому из вас, кто максимально убедительно сформулирует, чего ради я должен книгу отдать этому человеку, ну и какую цену я за это заплачу, ну почему оно того стоит, почему оно того стоит, чтобы отдать вам. Иван, я был краток. Спасибо тебе большое, это был Ксен Харский. Друзья, ну что, мы потихоньку подошли к самому, как сказать, номер. А, номера нету. Гуглите его в фейсбуке, в инстаграме тот самый Харский. Или в нетворкинге подойдете. Итак, друзья, давайте сегодня я перечислю, кто у нас из экспертов есть на Сатап-шоу. Я прошу экспертов вернуться из зоны нетворкинга в зал, и инвесторов тоже, потому что некоторые пошли попить кофе. Возвращайтесь. Итак, Мадина Шабатукова. Вы у нас сегодня эксперт. Эксперт, да. Вам придется оценивать проект и сказать, кто вам понравился и так далее. Александр Дубовенко. Александр, да. Ты сегодня тоже будешь смотреть на проекты, да, свою оценку. Игорь Немов, секретарь экспертного совета Министерства спорта России. Меня просили представить его скромно, но именно этот человек в нашей стране, не бойся этого слова, хоть и чуть способствует продвижению спортивных стартапов. Владимир Волошин, человек, который не просто в спорте, а полностью партнер Ньюман. Все к нему подходят и говорят, ну ты же из Айронмена. Он такой, ну да, ты же Айронмен, да. Поэтому Айронстар, Айронмен гениально. Григорий Горчков, президент GCI Russia, уже был на сцене, он здесь сегодня. Константин Харский был только что, Костя. Наталья Царевская-Дякина. Вот, где Наталья? Где вы? А у вас вот здесь кресло, ваше фирменное, идите сюда, оттуда вас никто не узнает, не увидит, как там скромно сели. Вадим Журавлев, Вадим Журавлев, бизнесмен, управляющий партнер брендингового агентства Viewers. Это, пожалуй, лучшее брендинговое агентство в нашей стране. Они создали такие бренды, как Хофф, и такой бренд, как Стартап Шоу. Алексей Мостовщиков, здесь. Артем Соколов был только что, он специалист по факапам, да? Артем, вот, Ярослав Кубаков, директор по стратегии Финам. Вся банда здесь. Теперь посмотрим, кто у нас инвесторы. Все инвесторы здесь, собственно говоря, и так, помчались. Андрей Ковалев только что был на сцене, куда-то вышел, сейчас придет. Денис Унжаков, вице-президент блока инновации цифровой экономики в ВЭП. Вот здесь. Петр Жуков, бизнесмен-инвестор, учредительный руководитель Indigo Capital Partners. Тоже. Впервые на нашем мероприятии, тот другой, надеюсь, нравится. Эдуард Гулинович. Эдуард, улетел? Странно. Был же. А, у него все, понятно. Ксения Мерц, медиа-инвестор, человек, который вкладывает не только живые деньги, но еще и свои медиа. Дмитрий Медников, основатель венчурного фонда Equity Algoritm. Сейчас придет, он где-то там кофе пьет. Валерий Романюк, здесь, CEO Международного венчурного фонда. Не путать с МВФ, это другое МВФ, собственно говоря. Алексей Милевский, бизнесмен, инвестиционный директор Mail.ru Group, здесь, спасибо. Сергей Четвериков, инвестиционный директор Star Trek, это та самая площадка, на которой более 8 тысяч предпринимателей инвестируют в других предпринимателей, поэтому хотите инвестировать по белому, welcome на Star Trek. Мы с ними тоже любим дружить. Алмаз Абул Хаиров, ведущий аналитик фонкубатора, самое главное, что это самый прикольный, как сказать правильно, самый прикольный, самый ровный фонкубатор, который инвестирует в фан-стартапы, вот в разный фан. Я не буду спрашивать в очередной раз, какой самый востребованный контент, потому что мы и так это знаем в прошлом мероприятии. Дважды одна эта шутка получается уже не смешной. Сергей Ручев, вице-президент Российской Ассоции криптовалют и блокчейна по цифровой интеграции. Если хотите реально в крипту и блокчейн, это он, и плюс младший брат Ручева, который Мортон Групп. Денег до хрена и даже больше. Сергей Дашков, человек-легенда, сооснователь СДС Фуцик, создавал партнера Ахмат Чай ЛТД в России. Если пьете Ахмат Чай, сейчас реклама началась, пейте Ахмат Чай. Если пьете Ахмат Чай, то это его рук дело, собственно говоря. И помимо всего, этот человек инвестирует сейчас в рамках нового проекта чисто в рекламные компании. То есть, если вам нужны деньги на рекламную компанию, вот к нему. Правильно? Правильно. Николай Краянов. Что-то я, кстати, не вижу. Едет. Николай Краянов в прошлом году закрыл чек 700 миллионов, проинвестировал в различные проекты и сейчас инвестирует в них тоже. Является одним из соучредителей. Из какого числа, Даш? Ну вот позавчера он является соучредителем, сооснователем стартап-шоу. Он зашел в стартап-шоу как инвестор, потому что стартап-шоу это медийный стартап. Вы смотрите одно большое такое медиастартаперское шоу. Александр Пустоев, директор по развитию инвестиционного фонда АДРУ или АДРУ. Добро пожаловать в АД или в АД? Как, Сань? В АД? Добро пожаловать в АД. Так. И Алексей Аткишкин, директор по инвестиционному анализу РВК. Даш, а вот только что же он был здесь? Сейчас придет, вот он вышел. Вот, бежит, бежит, да. А вот он, Алексей Аткишкин, директор по инвестиционному анализу РВК. Итак, друзья, ну что, потише свет, погромче звук. То, ради чего здесь сегодня все мы собрались. Да-да, именно битва за стартап это то, чем сегодня будут заниматься непосредственно наши инвесторы. Дорогие друзья, смотрите, мы начинаем презентацию стартапов и у них есть определенная механика, определенная методология, она очень важная. Кто-нибудь слышал когда-нибудь про евровидение? Вот очень хорошо. Евровидение. Кто-нибудь слышал? Только что? Отлично. Смотрите, мы любим тырить разные идеи, честно скажу, но не полностью, а по кусочкам, чтобы к нам нельзя было юридически придраться. То есть мы берем самые лучшие опыты, как это говорят в любой другой сфере. И мы взяли и создали голосование, онлайн-голосование, оно реально живое. Это микс между фигурным катанием, там, где оценки ставят, и микс между евровидением. Перед каждым стартапом на экране будет QR-код. Он будет вести на одну и ту же страницу. Вам надо будет зарегистрироваться либо как зритель, либо как эксперт, либо как инвестор. Вот как вы себя реально чувствуете, так и зарегистрируйтесь, скоро QR-код появится. И вам нужно будет оценивать каждый стартап, пока он выступает. Вот он выступает, и вы оцениваете его от 1 до 10. В конце, в конце мы увидим, вот как голосовал зал, зрители, как голосовали эксперты и как голосовали инвесторы. Для экспертов и инвесторов, внимание, это обязательное условие, вы должны обязательно оценивать каждый стартап. Итак, готовы? Прекрасно. Включайте ваши камеры, наводите все, абсолютно все, 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 все инвесторы. Все инвесторы Дашков, все инвесторы Ручьев, Абул Хаиров, пожалуйста, все, абсолютно все эксперты, все эксперты. Наводим свои камеры на этот QR-код и регистрируемся. Будьте добры, регистрируемся. Не работает. Это Самсунги, говорят, не работает? Да, вы что? Сейчас мы узнаем. Работает или нет? Не работает. Или работает? Так работает или нет? Хорошо, давайте назовем сайт, это будет проще. голос.life, хотя он должен был работать, я проверял перед самым началом. голос.life, попробуйте зайти, просто в браузере. Life как life, ну как жизнь. Life, голос.life. Вот у меня работает, вот я зашел, голос.life. У всех работает? Да, но в любви нет. Сейчас проверим. Сейчас я понял, сейчас мы решим этот вопрос. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, прошу прощения. Владимир Владимирович, тут что-то не работает, можете починить? Владимир Владимирович. Ага, понял. Владимир Владимирович, вы будете открывать проект и по мере их поступления. Отлично. Откройте, пожалуйста, нам первый проект. Друзья, все работает, сейчас появится первый проект. У нас есть замечательная техника, его зовут Владимир Владимирович, как будто странно не показалось. Вот. И сейчас поедет первый проект. Итак, на сцену приглашаю Радотек. Это первый стартап, который представит свою презентацию. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Берлинский Игорь, компания Радотек. Спасибо. На самую середину. Отлично. У вас 3,5 минуты будет. Меня зовут Берлинский Игорь, компания Радотек, персональный мониторинг здоровья. Мы все знаем, как важно сохранять здоровье и очень печально, когда он у нас внезапно покидает и болезни на нас нападают в неподходящий момент. Хотя подходящего момента, наверное, никогда не бывает. Из-за этого каждый день много людей умирают, становятся инвалидами, теряют работоспособность. И этого можно было предотвратить, если бы люди не игнорировали симптомы, хотя многие вещи проходят бессимптомно, и проходили бы обследование. Сейчас единственное решение это пройти клиническое обследование. Оно стоит достаточно дорого, занимает много времени. Не у всех есть ресурсы. Мы создали проект, прибор на основе японской технологии Рио Дораку. Всего 3 минуты уходят на тест. 12 органов, 5 систем, и вы это видите на экранах своих мобильных телефонов. Мой партнер и сооснователь проекта доктор Заболотный в четвертом поколении, он более 20 лет работает с этой технологией, и он доказал и уверен, что это единственный способ, как обычные люди могут в режиме реального времени отслеживать функциональные изменения в своем здоровье и принимать меры своевременно. Прибор работает очень просто. Вы прикладываете, следуя инструкциям на экране к определенным точкам на теле и получаете результаты на экране мобильных устройств iOS или Android. Прибор как для персонального применения, в принципе, так и для всей семьи, коллектива, друзей, родителей, бабушек, дедушек и прочее, прочее. Мы находимся в рынке Mobile Health. Рынок растет очень внушительными темпами. Порядка 59 миллиардов он должен быть в 2020 году и к 2025 году дойти уже до 152 миллиардов долларов. На текущий момент мы производим и продаем сам прибор, производим его полностью в России. У нас есть расширенная подписка на дополнительный углубленный функционал в приложении. продажа учебных материалов. Важно знать, что вы делаете, почему вы это делаете, не просто следуя инструкциям. Авторские БАДы это те инструменты, которые позволяют вам оставаться в состоянии здоровья и вовремя корректировать состояние, которое вы видите, те изменения, которые происходят. И франшиза, чтобы в городах и во всем мире люди могли как самостоятельно работать с прибором, отслеживать здоровье, также и профильные специалисты могли использовать технологию для людей плюс консультации. У Родотека есть конкуренты и все они находятся практически в медицинском сегменте, который требует дополнительного образования, обучения. Плюс цена такого оборудования достаточно высока. Родотек первый в мире прибор, который вывел технологию Рюдораку на персональный уровень и сделал доступным всем. Это быстро, просто, удобно. Более того, технология не только одобрена Минздравом Российской Федерации, но и Министерством Всемирной Организации Здравоохранения в том числе. На текущий момент наша компания уже имеет оборот порядка 3 миллионов в месяц, более 1000 заказов на приборы, 12 миллионов у нас остатки по складским товарам и в производстве у нас сейчас находятся постоянно и БАДы, и приборы, 1150 приборов, которые в ближайшее время будут готовы общая стоимость на 20 миллионов рублей. У нас сертификаты, патент, команда, с некоторыми мы работаем более 10 лет, опытные люди. Мы привлекаем 62 миллиона рублей для того, чтобы к 22 году выйти наоборот в 500 миллионов рублей. и у нас в зоне нетворкинга есть стенд, можете прийти, посмотреть, как это работает, попробовать самостоятельно посмотреть наши книги. Оно того стоит. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Друзья, обязательно голосуйте. Мне сказали, что все работает. И QR-код работает, и голос.life постепенно там появляться каждый день. Я на сцену приглашаю следующий проект. Проверьте, пожалуйста, еще раз, наведите на QR-код, если вы не просто не вбили в браузере, если вдруг что-то опять не переходит, заходите просто голос.life попробуйте, скажите. Ловит ваш QR-код? Окей. На всякий пример голос.life в вашем браузере, пожалуйста, выберите, кто вы, эксперт, инвестор или зритель, и голосуйте за каждый там появляющийся проект, а на сцену выходит AquaSell. Ваши аплодисменты. Добрый день, уважаемые инвесторы и будущие партнеры, надеюсь. Поближе микрофон. Я Панченков Денис. Денис, вот подсказка внизу есть. Я соучредитель и основатель, сооснователь компании, которая занимается промышленными системами очистки воды на стертую кнопочку. Да, на тертую. Начнем. Основная проблема, которой мы сталкиваемся, это глобальная проблема загрязнения воды. То есть, в нашем случае, в России, с этой проблемой сейчас сталкиваются, конечно же, ЖКХ, это всевозможные, это снабжение чистой водой городов, поселков, микрорайонов и так далее, все возможные производства, в том числе и практически вся пищевка, теплоэнергетика, атомная энергетика, практически в каждой отрасли найдутся проблемы, которые мы решаем именно с точки зрения очистки воды. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, и наш продукт, это станции очистки воды любого различного назначения для любых целей. В данном случае мы их производим, мы их проектируем, изготавливаем, осуществляем монтажные работы, пусконаладочные и оказываем, в том числе, еще сервисное обслуживание. Как и любая сложная инженерная система, эти станции требуют технического обслуживания, это отдельное направление, которое также развивается. На данный момент, что у нас, наша бизнес-модель? Средняя стоимость проекта это 5,7 миллионов рублей. Стоимость проектов может достигать до 150 миллионов рублей. Это как раз-таки сложные проекты, например, нефтегазового сектора. Наш проект, бизнес-модель, заключается в контракте, заключении контракта, договора проектирования, производства и поставка и оплата по контракту. Как правило, 30-60 дней, бывает и более. Именно, включая это бизнес-модель, поэтому нам нужно инвестирование именно в оборотные средства. Мы разделили наши проекты на А, Б, С по сложности. А, это самые интересные и привлекательные проекты, свыше 50 миллионов и сроком исполнения более 6 месяцев. Б, категория Б проектов это менее 50 миллионов, как правило, это как раз-таки на города, системы очистки, на небольшие коттеджные поселки и так далее. И С, самые маленькие проекты для нас. Рынок, сейчас мы его оцениваем порядка 10 миллиардов в год и он растет, порядка 10-15 процентов. Реально достижимая доля рынка 2-3 миллиарда в течение ближайших 2-3 лет. Что, это следующий слайд, пропустим, текущая стадия, что мы из себя представляем. За 2018 год мы уже сделали, заключили контрактов на 120 миллионов, мы их реализовали уже и стремимся, соответственно, к миллиарду в 2021 году. Построено больше 40, сейчас на самом деле 48 станций очистки воды уже по всей России и сейчас в процессе происходит, ну там, у нас одна станция в Воронеже, в Воронежской области и 4 станции в Воскрестенске. Что мы предлагаем инвесторам? Нам необходимо инвестирование под проекты, это порядка 100 миллионов под 26% годовых под конкретные контракты. Либо мы привлекаем ключевого партнера, ключевого там соинвестора и предлагаем долю в компании 50% и 24% годовых плюс доля, соответственно, 50%. На этом все. Спасибо. Спасибо большое. Отличная презентация, отличный проект. Друзья, голосуйте, инвесторы выбирайте, оценивайте. Мы движемся дальше. Будьте здоровы, кто чихнул. Так, следующий проект. Антон Казанцев с тем реализации строительных проектов инженерной сети. Здравствуйте. Меня зовут Антон Казанцев. Я представляю проект Энергобосс системы реализации строительных проектов в области инженерных сетей. На строительном рынке есть масса всеразличных проблем. Основные касаются то, что проекты не сдаются в срок и с превышением сметной стоимости. И мы выявили 10 причин превышения бюджета и сроков строительства. У нас есть три решения. Первое это заготовительное производство. Второе это устранение причинных рисков проекта и автоматизация проектных процессов. Более подробно заготовительное производство, если описать в двух словах, это готовые решения для инженерных систем. То есть инженерная система для вашего здания уже изготовлена и хранится на нашем складе. Это как такой конструктор. И в заготовительное производство у него есть четыре направления. Они представлены на экране. Второе это методология, которая сводит минимуму каждый причинный риск. Сейчас пока это в полуавтоматическом режиме выражено. И программное обеспечение, комплекс для реализации проектов. Рынок нового строительства 4,2 триллиона рублей, доступный объем рынка 350 миллиардов рублей именно инженерии. Это касается реально достижимый объем рынка 70 миллиардов рублей. Наша бизнес-модель источник заказов отдел активных продаж, реклама и рекомендации клиентов. Стоимость привлечения заказа 157 тысяч рублей, средний чек 8 миллионов рублей, LTV 24 миллиона рублей. Чистые прибыли от 8 до 12 процентов. У нас есть конкуренты, это бригады исполнителей, подрядчики, генподрядчики. Большинство конкурентов не может обеспечить сроки и качество выполнения работ за приемлемый бюджет. Наши конкурентные преимущества, их очень много. Я подготовил такой список длинный, но не успею рассказать обо всех. основные следующие. Это выгода заказчикам до 30 процентов за счет оптимизации сметы по проекту, двухэтапный внутренний контроль качества работ, соблюдение сроков по проекту с гарантией до 95 процентов. Текущая стадия компании это выполнено крупных и некрупных проектов в порядка 95 объектов, выручка за 2018 год 55 миллионов рублей, компания работает 7 лет, СРО, лицензия МЧС, зарегистрирована торговая марка Энергобосс. В команде более 20 сотрудников, основные члены команды на экране. предложение инвесторам у нас необходимый объем инвестиций 19,5 миллионов рублей за долю 15 процентов компании. Выплата дивидендов ежеквартально в размере 20 процентов. Это обсуждается. Инвестиции для масштабирования и для достижения выручки через 3 года 1,2 миллиарда рублей и для достижения через 5 лет годового оборота 7,1 миллиарда рублей. Спасибо большое вам всем. Спасибо тебе, Антон. Хорошая фраза. Спасибо вам всем. На сцену приглашают следующий проект. Инвесторы оценивайте, эксперты оцените, зрители обязательно оценивайте проект, ставьте баллы. Концердим смотреть. Следующий проект. Интеллектуальные исследования в мамологии. Вообще фантастический проект на самом деле. Я прям поражен этому проекту прошу всех обратить внимание. Ваши аплодисменты. Да, здравствуйте. Меня зовут Побоженский Степан и я вам расскажу. На самом деле очень тяжело быстро рассказать на эту тему. Она очень глубокая и очень интересная. Расскажу вам про комплекс с нами построенный. Это интеллектуальное исследование в мамологии, который построен на искусственных нейронных сетях. Какие мы проблемы решаем? То есть основная проблема это, конечно же, медицинская и проблема обнаружения заболеваний онкологических на ранней стадии. То есть у нас в России обнаруживаются злокачественные новообразования на 70% на стадиях 3 и 4, когда лечение в принципе уже очень затруднительно. Есть, существует большое количество государственных программ и в принципе эта проблема не мною сформулирована, а она сформулирована передовыми нашими онкологическими центрами, то есть специалистами и решается главным образом на данный момент это скринингом, это мобильными комплексами по скринингу. И вот здесь как раз-таки наш программный комплекс очень хорошо применим. В большинстве случаев в этих мобильных скрининговых комплексах находятся низкоквалифицированные медработники в большинстве случаев. То есть там не могут присутствовать в силу того, что их количество ограничено высококвалифицированные врачи. И вот как раз-таки наш комплекс интеллектуальный помощник принятия решений там очень эффективно бы выставлял диагнозы, помогал. Дальше также наш комплекс работает в онлайн режиме. Это когда женщина, которая прошла обследование, пришла домой, у нее есть результаты маммографии, она чем-то недовольна, либо где-то сомневается, она просто через веб-интерфейс, через обычный браузер загружает свои снимки и получает результат. Дальше еще одна техническая проблема, которая широко известна в узких кругах. Для того, чтобы обучить нейросети, нужно большое количество верифицированных данных, подтвержденных гистологически. здесь, допустим, на примере есть такие китайские товарищи, у которых замечательно работает маммология, они обучили на миллионе снимков свой программный комплекс. В России это абсолютно недоступно и такого не может быть. И вот здесь как раз-таки в течение года мы думали, создавали комплекс, математическую модель взаимодействия нескольких видов анализа и достигали разных результатов. И вот в течение 10 месяцев даже для нас были неожиданные результаты. Нейросеть обучалась, комплекс обучался на тысячах верифицированных снимков и достоверность определения злокачественного опухоли составила 84%. И вот этот весь комплекс, он очень хорошо характеризуется вот таким высказыванием, как определение биологической гармонии здоровых тканей. Да, это не очень научно, но очень четко. здесь я сейчас просто покажу несколько этапов самого комплекса, как он работает. Происходит нормализация различных преобразований входных изображений. Это интерфейс рабочий с тем, тот интерфейс, с которым работают врачи. Здесь очень много различных настроек, очень много дополнительных вещей, которые могут оперировать. Далее масштабирование нашего комплекса очень легко, просто заменяем датасеты обучения, и он уже занимается анализом на предмет обнаружения злокачественности флюорографии, КТ легких, КТ головного мозга, то есть это уже получаются абсолютно другие комплексы. Наши конкуренты это известные опять же в узких кругах товарищи, но насколько мне известно на данный момент, рабочих систем паумологии у них нет. Далее потенциальные клиенты. Потенциальные клиенты это собственно любые частные государственные клиники, которые имеют у себя в штате хоть одного онколога, и собственно те самые женщины, которые просто хотят уточнить и что-то проверить, проконтролировать. Это центры, с которыми мы взаимодействуем, сотрудничаем, те, которые для нас как раз-таки готовят базу для обучения. Далее программный комплекс закончен на 80% и на данный момент необходима максимальная его проверка и тестирование, то есть необходим пилотный проект. Про нас никто не знает, мы год варились сами в себе, то есть нужна информационная маркетинговая поддержка. В принципе готова команда интегрироваться в более серьезные компании, большие, которые обладают компетенциями в этом направлении. Ну и вот есть еще предложение денежное, готовы предложить 50% от компании при вложениях на данный момент 22 миллиона рублей. Все, спасибо большое. Степан, спасибо большое, друзья, мне кажется, очень фантастический проект. Я на самом деле встретился с директором ВТБ страхования, и он обещал, что презентация Клядова ляжет на стол. Я вот буду завтра звонить ему и спрашивать, есть ли у Академии Клядова ваш проект. Все, спасибо. Спасибо тебе огромное, это фантастический проект. Друзья, движемся дальше, я думаю, тот, кто хоть немного понимает онкологии, понимает, насколько ребята решают крутую проблематику и насколько это реально мы... Яна Третьякова, онлайн-университет BreakFree. Ваши аплодисменты, первая девушка стартапера. Добрый вечер, меня зовут Яна Третьякова, я основатель онлайн-университета общения BreakFree. Мы занимаемся развитием soft skills, навыки мышления, принятия решений и эмоциональной интеллект. Мы, МОС-платформа, направленная на сегмент дополнительного профессионального образования в формате ongoing learning, использующего в основном видеоконтент и вебинары по модели микрообучения. Какую проблему решает проект? Приобретение и улучшение навыка переговоров, который позволяет решать проблемы в карьере, в бизнесе и семье. Наша целевая аудитория – молодые семьи и молодые профессионалы. Приоритетный сегмент – молодые профессионалы, поколение Y, из крупных городов, пиковый возраст от 23 до 33 лет с доходом от 50 тысяч рублей. Их барьеры – низкая скорость получения результата и неприменимый к жизни контент. Почему выбирают нас? Мы сокращаем скорость получения результата, гарантируем результат и становимся доступными для своей аудитории за счет модели фремиум. Нашими основными конкурентами являются психологи и психотерапевты, коучи и менторы, смежные онлайн-платформы. Кроме вышеперечисленного, мы отличаемся от них высокими компетенциями в преподавании, лингвистике и soft skills на понятном языке. Текущая стадия проекта. Мы уже прибыльный проект. За последний год совокупная выручка составила 10,9 миллионов рублей. На данный момент основная потребность состоит в масштабировании и увеличении каналов продаж. С учетом совокупной выручки за последний год оценка Pre-Money составляет 87,5 миллионов рублей. С учетом привлеченных инвестиций в 15 миллионов рублей Post-Money будет составлять 102,5 миллионов рублей. Наше предложение инвестору заключается в том, что мы предлагаем за 15 миллионов рублей 14,7% доли компании. Инвестор сможет вернуть вложенные деньги за счет дивидендных выплат и Exit Value, которые составляют в совокупности 148,7 миллионов рублей за 4 года. Мы провели оценку компании. С учетом совокупной выручки мы получили данные насчет стоимости и поэтому получили полное предложение именно в таком виде. Наша глобальная цель забрать 1% международного рынка в течение 4 лет, который составляет 4 миллиарда долларов. К 2030 году около 800 миллионов человек потеряют рабочие места, их заменят роботы. К 2020 году появится 186 новых специальностей в 25 областях. Топ навыков согласно Всемирному экономическому форуму к 2020 году решение проблем, критическое мышление, эмоциональный интеллект, управление людьми и коммуникация. Все это soft skills. Гарвардский университет доказал, soft skills это 85% успеха в жизни. Не бойтесь будущего, подготовьтесь к нему, break free, говорите с миром на одном языке, оно того стоит. Спасибо большое, отличный питч, причем еще целых 30 секунд есть. Спасибо вам огромное. Инвесторы голосуют, эксперты голосуют. Яна, спасибо за выступление. Движемся дальше. Пожалуйста, наводите контакты Яна Третьякова, есть QR-код, фотографируйте, наводите ваши камеры. Ян, смотрите, сколько камер наводится на вас. Видите, ползала. Отличная презентация, кстати. А кто вам дизайн готовил? Сами? Класс. Потом поменяемся контактами, очень интересно этих ребят с ними будет поработаться. У нас на самом деле сегодня 9 проектов, это уже шестой, так что Батчарт, фабрика деревянной игрушки. Добро пожаловать. Я помогу вам тогда давайте вот так вот. Давайте я подержу одну из игрушек. Добрый вечер. Рада приветствовать всех. Мы фабрика деревянной игрушки. С конца 2017 года мы делаем наших деревянных героев. Мы это я, Юлия Бочарова и мой муж Алексей. У нас семейный бизнес. Основа в другую сторону кнопочка. Вышла. Вот кнопка видите, вот. Перейдем к проблеме. Итак, что мы выяснили? Оказывается, на российском рынке существует дефицит игрушек по лицензиям российских мультипликаторов. Каких-то персонажей нет вовсе. Например, грузовичок Лева всеми любимый. Какие-то персонажи есть, но спрос не удовлетворен. Например, на синий трактор, который здесь представлен, его можно будет посмотреть потом в зале нетворкинга. Спрос по статистике только Яндекса от 10 тысяч до 25 тысяч запросов в месяц. Мы успеваем делать на сегодня только 500 штук. Итак, решение. Решение, конечно, на поверхности увеличить объемы выпускаемой продукции. Что мы стараемся делать? Запустили мы продукт в марте месяце и вот сейчас выходим на объемы. Но помимо этого у нас в планах конечно же расширять ассортимент. На сегодня мы ведем переговоры с правообладателями лицензии на грузовичок Лева на мультсериал Домики и планируем выпускать комплект зверей для синего трактора, которых уже ждут наши покупатели. То есть каждый день нам приходят письма. Как мы оцениваем рынок? В рынок входят все русскоговорящие страны, то есть это таможенный союз плюс Украина. Из Украины уже мы получили заявку, то есть это конкретные договоренности, дистрибуция. И вот весь рынок мы оцениваем в 75 миллионов рублей в месяц. Мы планируем занять долю этого рынка в размере 6,5 миллионов в месяц. Почему мы считаем в месяц? Мы еще маленькие и как наверное маленькие дети измеряем свои периоды месяцами. Бизнес-модель. Мы сразу начали развиваться по модели B2B и ведем продажи в двух направлениях. Это детские магазины, книжные магазины, онлайн ритейл и корпоративные подарки, то есть всплеск активности здесь сезонный на Новый год. Наши конкуренты, у нас есть прямые конкуренты, они работают непосредственно по этой же лицензии на производство Синий Трактор. Это небольшие компании, к их сильным сторонам относятся детальная проработка изделий и индивидуальный подход, но они не стремятся занять рынок и работают больше по модели B2C. Косвенные конкуренты это крупные компании, они не занимаются у них есть лицензии на другие мультфильмы, но они не производят героев как таковых, они делают простые формы, например, кубики, каталки и прочее. наши конкурентные преимущества это высокое качество, мы заключаем договора, например, с Гумом, с Сумом, с дочками, с сыночками и мы ищем простые решения. У нас время. Хорошо, тогда я договорюсь. То есть за прошлый месяц у нас оборот 750 тысяч рублей был, наша цель видна, рост выручки здесь динамика, синим цветом на графике выделена зона, то есть это стабильный рост с момента, как мы приобрели лицензию на игрушку Синий Трактор. Наши постоянные покупатели здесь на слайде, здесь представлена наша продукция, потрогать ее можно будет в зале. И что мы хотим? Мы хотим от 16 миллионов рублей, это позволит нам закупить дополнительное оборудование и уйти от ручной труда, который сейчас в большом объеме. Благодаря этому мы выйдем на оборот в 6,5... У вас время. Все. Да. В общем, все очевидно. Ваши контакты, слайд. Что такое-то? Запустите презентацию еще раз. Ваши контакты. Да. Наводите, пожалуйста, телефоны. Вообще проблематика, которая есть, действительно, сколько российских мультиков и игрушек вообще нет практически. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Спасибо. А можно я себе оставлю грузовичок? А, там есть полный комплект. Есть комплект, да? Хорошо. Спасибо. Так, движемся дальше. Седьмой проект. Владимир Сидоркин, Автосити. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, коллеги. Классно выступать сегодня перед вами. Меня зовут Владимир Сидоркин, и это наш проект Автосити. Мы действующий бизнес, мы предоставляем услугу технического осмотра транспортных средств. Наш продукт, это диагностическая карта техосмотра, она является необходимым условием для получения страхового полиса ОСАГО. И мы предоставляем прозрачный сервис технического осмотра и совмещаем вместе автостраховщиков, автолюбителей и сами пункты технического осмотра. Сейчас в России 50 миллионов транспортных средств. Мы оценили рынок в 12 миллиардов. Рынок растет на 2% в год, и наша цель занять 3% этого рынка через 2 года. Для этого нам необходимо открыть 80 новых станций технического осмотра, и я знаю, что мы это сделаем. Мы привлекаем прямые инвестиции и затем запустим свою сеть франшиз. Бизнес-модель одного пункта очень простая. На открытие одной станции уходит 3-4 месяца. Стоимость станции 1,6 миллиона, 280 тысяч рублей выручка и 150 тысяч рублей чистая прибыль. Окупается такой пункт за 15 месяцев. У нас есть конкуренты, это онлайн-агрегаторы, у которых, как правило, нет своих пунктов технического осмотра, а с другой стороны, это частные пункты технического осмотра, у которых нету своего агрегатора и нету своей сетки страховых агентов. У нас есть и то, и другое. Так выглядят наши пункты изнутри. Текущая стадия. У нас 260 тысяч клиентов в год, 16 собственных станций от Пскова до Хабаровска. Мы активно расширяемся в этом году и, начиная с апреля, открываем по одной новой станции в месяц. У нас 1200 страховых агентов, которые за ручку приводят к нам клиентов. Выручка – 42 миллиона, прибыль – 20 миллионов, клиентов на 20% больше, чем мы можем обслужить. У нас дефицит мощностей. У нас два предложения для инвестора. Первый вариант – это займ от 500 тысяч рублей под 2-3% в месяц. Или второй вариант более интересный. Мы приглашаем участвовать инвесторов в открытии новых станций. Как я уже сказал, одна станция стоит 1,6 миллиона, окупается за 15 месяцев. До момента окупаемости инвестор получает 90% чистой прибыли, а после момента окупаемости до 50% прибыли. Важно отметить, что самое ценное в нашем бизнесе – это специальное техническое оборудование. И это оборудование окупается через 10 месяцев. Соответственно, риски инвестора уже застрахованы через 10 месяцев, потому что это оборудование можно будет продать спокойно на открытом рынке. Если вам интересно инвестировать в наш проект, мои контакты на экране. Меня зовут Владимир Сидоркин. Наш проект – Автосити. Спасибо. Владимир, спасибо. Тоже в 3 минуты уложилось, а целых 30 секунд еще было. Спасибо тебе огромное. Отличная презентация, вообще как бы отличные проекты, как бы красивые. Кстати, кто тебе эту презентацию делал? Маркетолог. Очень красиво, очень стильные и вообще великолепные пищи, друзья. Вот отличная подготовка. Движемся дальше. У нас еще два проекта, поэтому инвесторы обязательно оценивайте, эксперты тоже ставьте оцену каждому проекту, зрители тоже. Кто не зарегистрировался, обязательно проходите на вот по там QR-коду, либо если что-то на голос.life, выбирайте, кто вы – зритель, эксперт или инвестор, и ставьте оценку вашему проекту. Скоро мы увидим. И, следовательно, Краблидер. Ваши аплодисменты. Знаете ли вы, что мясо краба самое вкусное, нежное и питательное из всех ракообразных? Жители европейских городов не знают, потому что там нет живого краба. Краблидер решает эту проблему, поставляя живых крабов из Норвегии в Париж, а оттуда в другие европейские города. Рынок потребления морепродуктов в Евросоюзе в 2016 году составил 54 миллиарда евро. При этом во Франции на душу населения потребление составляет в среднем 34 килограмма. И по оценкам специалистов будет расти от 5 до 20% за счет тренда на здоровое питание и отказ от мяса. Мы продаем крабов в рестораны с маржинальностью 25%. Средний заказ в рамках пробного периода составляет 500 евро и постоянно растет за счет увеличения популярности крабов и подключения новых ресторанов. При росте объема продаж маржинальность увеличивается до 35%. Наши конкуренты Рено или Кривис поставляют омаров, лангустинов, но они не сравнятся по вкусу и питательности с мясом живого краба. Поэтому ключевое преимущество краб-лидер это эксклюзивный продукт, которого нет на рынке. Отдельно хочу отметить качество и экологичность. Рыбаки вылавливают только королевских крабов в морях Норвегии. Оттуда они с самолетом доставляются на специально оборудованные склады, где хранятся в идеальном состоянии до поставки в рестораны. Сейчас мы продаем 150 кг крабов в месяц в 20 лучших ресторанах Парижа, в том числе со звездами Мишлен. Ближайшая цель увеличить количество партнерских ресторанов до 200, расширить ассортимент за счет живых лангустинов и через 3 года выйти на объем продаж в 5 тонн. Директор краб-лидер Александр Бездетный имеет большой опыт управления проектами и работал технологом в рыбном ресторане «Ля Маре». Директор и менеджер по продажам работают во Франции и свободно говорят по-французски. Я, Евгений Королев, работаю с инвесторами в России. Мы привлекаем полмиллиона евро на открытие филиалов и поставки живых крабов в 10 европейских столиц. За эти деньги инвестор получает 47,5% доли в компании и гарантию, что до окупаемости инвестиций вся прибыль будет идти на выплату дивидендов. Расходы за этот период будут покрываться за счет изначальных инвестиций и кредитов в европейских банках. Мы ищем не просто инвестора, но партнера, готового совместно развивать прибыльный и экологичный бизнес в Европе со всеми вытекающими преимуществами. Чтобы узнать подробности и получить модель окупаемости, подходите ко мне после мероприятия. А как будете в Париже, обязательно заходите в один из наших партнерских ресторанов, чтобы отведать вкуснейших живых крабов. Спасибо. Вот это пич. Спасибо большое, Евгений. Я прям захотел уже крабов вот здесь сейчас на самом деле, а не в Париже. Вы так вкусно рассказали, что, не знаю, хочется пойти и съесть уже. Так, у нас последний проект на сегодня. Интересно, кто же это? Кто же это? Кто же это? Мотор, камера, все готово? Кто же это? Поехали. Проект ширинга электросамокатов, карусель. Ваши аплодисменты. Всем здрасте. Стертый, да? Можно покататься на нем, нет? Да, можно. Он включен. Отталкивайтесь, кнопочка go. Меня зовут Иван Сребреньков. У нас основной проект это CarSharing Carousel. Мы первые на рынке low cost, имеем более 700 машин. Запустились в 2017 году. В конце в этом году у нас есть подпроект это sharing электросамокатов. За последние два года в мире это большой хайп, большой тренд. В Америке, в Калифорнии уже есть компании такие как Bird, Uber с проектом Jump. С парком более 400 тысяч самокатов. Мы пытаемся запустить только 1100 для сравнения. как это работает, есть приложение, оно у нас уже есть, там автомобили, там 200 тысяч релевантной аудитории, которые с пришитыми картами, то есть на маркетинг тратиться вообще не нужно. Это аудитория от 18 до 25 лет. Сейчас в Москве рынок очень свободный, есть всего две компании, это компания Vush, которая запустилась в этом году, компания Deli Samokat, которая уже второй год на рынке. Минусы этих проектов в том, что они используют бытовые электросамокаты. Именно этот самокат был произведен на единственном заводе в Китае, на котором производятся как раз мировые бренды, Bird, Uber и Lime. из плюсов и минусов. Плюсы в том, что у нас есть уже готовые IT-решения, у нас есть уже готовая аудитория. Самое главное, что стоимость этого самоката в 15 раз дешевле, чем машины, а стоимость аренды абсолютно такая же. То есть там юнит-экономика очень великолепная, всего три поездки в день по 30 минут дают компании 500 рублей выручки и на 170 рублей кастов это 70% рентабельных собственно говоря продаж. Минус конкурентов уже сказал, что у них бытовые самокаты, их могут воровать, они с кнопками, их можно перепрошить, перекрасить и использовать. Этот самокат абсолютно без кнопок, его не продаж на запчасти, его нельзя использовать в быту, он очень тяжелый, он очень прочный, у него в 2,5 раза усиленная батарея, мы сравнивали с тем же Xiaomi и Naibot, который используют конкуренты, они проезжают в 3 раза меньше, чем этот, и скорость у них также ниже, и мощность, они не могут в гору заехать, в общем, куча проблем. Вот, кстати, унит-экономика, 3,5 поездки в день по 30 минут, выручка 510 рублей на один самокат, косты 137 рублей, прибыль 373 рубля. Мы планируем, мы планируем потратить на все это дело 50 миллионов, из них 10 миллионов мы уже потратили сами, в конце я покажу, самокаты произведенные, стоят на заводе в Китае, их можно забирать, везти в Москву и на них кататься. Из-за того, что проект чуть-чуть подзатянулся в этом году, мы немножко отстаем от наших планов, то в этом году будет не сильно много прибыли и, соответственно, проект в этом году не отобьется. Он отобьется только в следующем, а за 3 года мы заработаем 400 миллионов рублей чистого денежного потока и 5550 самокатов, какие-нибудь там останутся уже живые или полуживые, но, тем не менее, они будут. Оцениваем мы проект в 2 миллиарда, это именно стоимость активов, денег и самокатов, а также постпрогнозный период роста, это последующие 3 года, после того, как мы вырастем компанию через 3 года. И привлекаем 40 миллионов рублей за 20% компании. Про команду еще расскажу. В команде участвую я, предприниматель с 17-летним опытом. У меня уже есть успешный проект производства напольных покрытий, поставки в федеральные сети, такие как Касторама, Би, Максидом. Также мой сооснователь это Азам Хаджаев, он является амбассадором проекта, медийной личностью. Ольга это экс-CEO компании «Просто цветы», которая с нуля вырастила компанию до второго уровня, до второй позиции в Москве. Это компания номер 2 в Москве на сегодняшний день. Также у нас еще есть один сотрудник, это директор продукта, которого мы засекречили, который, собственно говоря, ведет именно разработки в плане IT-технологий и в целом по производству этого продукта, как он должен работать. Вот, кстати, самокаты я обещал показать, они готовы на заводе. Контакты? А вот мои контакты. Спасибо большое. Всем спасибо. Спасибо большое. На мой взгляд, это просто великолепный проект, а едет еще лучше, собственно. Вот, спасибо тебе. Забрать. Еще раз? Забрать. Не, пускай стоит. Все, красиво уже. Пускай стоит. Друзья, ну что, это было 9 проектов. Сегодня мы их все посмотрели, да, с вами. Дальше у нас очень интересная такая рубрика, она называется «Партнеры». Это все эти люди, все эти компании, которые нас поддерживают, поэтому большая просьба посмотреть и воспользоваться их сервисами. Компания Viewers. Агентство брендерга. После данного блока у нас будет голосование. И в рамках голосования мы узнаем, что скажут эксперты, что скажут инвесторы, кого они проинвестируют и так далее. наводите ваши камеры. Кому нужен отличный брендинг? Кому нужен отличный бренд, друзья мои? Компания Viewers. Еще очень важный момент, друзья. Если вы являетесь обладателем авторских прав или вам нужна защита интеллектуальной собственности, то вот это прям для вас. Это рекомендованный нами патентный, поверенный Виктория Тарасова. В конце будет контакт обязательно саграфируйте. Защитит вас, как защищает нас и наши авторские права. Заводите ваши смартфоны, фотографируйте и защищайте свои авторские права. Ну, вы же знаете, регистрируйте. Так, еще немалый фактор. Если хотите иметь себе лендинг под 15 тысяч рублей, то, пожалуйста, это прямой разработчик, который делает сам самостоятельно Welcome Your Tilda создание лендинг-пэйдж за один день. Да. Вот так просто. Лендинг-пэйдж за один день. Наводите камеры. Ну что, подходим к самому интересному этой битвы за стартап. Сейчас мы узнаем, что скажут эксперты и что скажут наши инвесторы. Скажем, что два инвестора вышли, видимо, из зоны торкинга или попить воды, поэтому возвращайтесь, мы вас ждем. Мнение экспертов. Те люди, которые наше время представляют экспертную оценку, всегда интересно узнать, какие проекты им понравились и буквально вот 30 секунд. Мадина. Да, вот лицом к залу. Вот девочка, как робот в красном костюме была. Понятно. Девочка в красном костюме, у тебя гипотетически есть ювелирный партнер. Она, да, вот на языке цифр говорила. Где она? Вот, вот она номер один. Спасибо, Мадина. Так, дальше. Александр Дубовенко. Идеально назвать три проекта, ну или один, который больше понравился, что скажешь? Мне понравилось то, что уже сегодня работает. То, что можно чуть-чуть добавив, денег это усилить, а не какие-то воздушные замки, которые, ну, непонятно, будут работать завтра или нет. Вот хотелось бы отметить, это автосити, краб-лидер, это то, что реально работает уже сегодня. Спасибо большое. Пообщайтесь потом, после зоны нетворкинга. Игорь Немов. Игорь, министерство спорта. Да, здравствуйте. Я немножко вам тоже полезного скажу. Ребят, смотрите, я хорошо знаю изобретение, которое легло в основу Радотеч. У нас в спорте эта история сработала, и сработала она так хорошо, что одна недалекая отсюда потерриториальная страна, Беларусь, на Китайской Олимпиаде с применением подобных технологий стала второй среди всех стран-участников на душу населения. То есть технология не только перспективная, она работает, она реально несет в себе очень много пользы для здоровья, не только в спорте, но и в жизни. Отмечаю этот стартап, и кроме того, я увидел в нем признаки развития достаточно хорошие. До этого я видел аналоговые приборы, которые работали, а сейчас я ее вижу в совершенно другую эволюцию. Break-free университеты, правильно говорю, девушка? Да? Где она тут? Да, вижу, да. Вижу, куда вы идете, вижу, как идете. Немного с этой тематикой мы также сталкиваемся по акселерации и по развитию компетенций наших экспертов спортивных вот с этого года. Поэтому вижу, что там тоже есть перспектива, и вам нужно чуть-чуть поднажать, но там тема хорошая. Мог бы тоже сказать про кораблидер и про автосети. Да, это тема как бы работающих, которые чуть-чуть долетие, они побегут дальше. Здесь, в принципе, любые инструменты поддержки МСП сработают, здесь корпорации МСП вам в помощь, и институты поддержки. Здесь, наверное, для ВИП-инноваций нету темы, но для более таких простых приземленных институтов тематика есть, и можно получить все, что нужно. И я хочу еще отметить ИРИМ, или, как правильно, ИРМ, ИРИМ, вот это тоже тематика, в ней есть тема, и у нее есть некий такой потенциал, который сработает, может быть, не сейчас, но вот уже в таком приближенном, перспективном будущем. Вот на что внимание обращаю. А так я, Иван, скажу одно, то что проекты у тебя уже готовятся не просто как стартапы, а именно как проекты. Вот я сейчас слышу, я де-факто принимаю решение. По линии Минспорта у нас достаточно большая программа поддержки проекта ВЗОЖ открыт с этого года. Мы по инвентарю спортивным, по цифровым сервисам, по услугам, по инфраструктуре сейчас достаточно большие ресурсы заложили для этого. И вот сейчас мы с Иваном тематику готовим потихонечку, но скоро вам дадим возможность и по сфере ЗОЖ активно поработать и будем эти проекты поддерживать. И вот сейчас я, отсматривая вещи, вижу, что уже есть с кем работать. Та работа, которую Иван проводит, не только пользу приносит, она еще несет и повышение качества того, что вы представляете инвесторам. Старайтесь представляться не просто как идея, а смотрите на все, то, что вы делаете глазами инвестора. И, в принципе, тогда у вас будет получаться как этих проектов, которые вы отметили. И, в принципе, все проекты очень хороши. Игорь, спасибо большое. Движемся дальше, ваши аплодисменты. Вот все названные проекты достаточно интересны проектом Офису Минспорта. Владимир Волош, это же минута буквально. Добрый вечер всем. Спасибо огромное выступающим на сегодняшней сцене. Это были действительно качественные, хорошие, проработанные проекты. За последние уже лет пять, наверное, отсмотрели сотни подобных историй. И вижу, как растет уровень стартап-шоу. Для себя отметил три проекта, которые про людей и, в принципе, про компетенции. Это Soft Skills, Break Free проект. Четкое, хорошее выступление. Чувствуется школа фри. За короткий период времени изложили практически всю дорожную карту вашего бизнеса. Это здорово, молодцы. Все, кто хочет так же пичиться, скорее всего, идите туда, где вас такому научат. Второй проект, это связанность с онкологией. Рим, мне кажется, что, в принципе, проблематика здоровья, в том числе в нашей стране, является большим, большим полем для деятельности технологических стартапов. Именно верю в то, что человек, в соответствии, быстро хочет получать информацию о том, в каком состоянии находится свой организм. И самое главное, работать превентивно на предотвращение заболеваний, которые, к сожалению, уносят огромное количество людей здоровых в нашей стране и в том числе влияют на экономику, в том числе России. Ну и третий проект, я отметил для себя, это Автосити. Тоже хорошо проработанный проект. Я думаю, что, в принципе, в условиях экономической такой, знаете, как стагнации, люди будут обращаться больше к вторичному рынку автомобилей, особенно, если мы говорим не про большие города, Москва, в Санкт-Петербург, и у такого проекта есть очень хороший потенциал для регионального развития. Поэтому спасибо вам огромное. Три проекта, которые понравились мне, я озвучил. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Ваша аплодисмента, друзья. Григорий Горчаков. Гриш, тоже буквально минута одна. Всем еще раз добрый вечер. Хочу сказать, что действительно уровень всех проектов высокий. Большое спасибо еще раз организаторам. Прекрасный отбор, прекрасные мероприятия. Что понравилось мне? Мне понравились два медицинских чекап проекта. Мне кажется, у них большая перспектива. И знаете, я два месяца назад был в Лионе, когда практически на каждом шагу электросамокат. Я сам с удовольствием катался все три дня, пока там был, и думаю, почему до сих пор этого нет в Москве. Вот хорошо, что это есть. Это третий проект, который я хотел бы отметить. Спасибо. Спасибо большое. Я представил себе логотип GCI Times, слышишь? И стартов шоу. Костя Харский, Константин, тоже минута. Получается, что приходится повторяться, и Владимир, и Игорь сказали, что и другие сказали, что потрясающая подготовка, потрясающие проекты. Если нужно назвать три, то получается, что это то, что связано со здоровьем. И поскольку у меня есть внуки, а у них есть игрушки, то это игрушки. И на это тоже люди тратят деньги и не могут остановиться. Спасибо. Каратко. Слушай, ты вот, проси, пожалуйста, я не знаю, будет правильно-правильно, но вот, прямо ты Жванецкого сделал только что. Правда? Хорошо, напишу. Тут есть, скажу, конкуренты. Наталья, Царевская Дякина, Наташа, тоже одна минута. Буквально, ваш аплодисмент и директор ЭТУ ЭТЭК, акселератор. Я даже быстрее хочу отметить оба медицинских проекта. Оба медицинских проекта. Рада тех за то, что ранее доступная диагностика, только в медицинских центрах теперь буквально доступна дома. И проект АРИМ за выраженный social impact и возможность масштабироваться в диагностику других заболеваний с кожи. И третий проект, это чисто материнское. Продайте мне синий трактор, пожалуйста, девушка, где вы? Девочки стоят там, у них там сейчас на турке. Спасибо большое, Наташа, я понял. Не на самом деле, на самом деле, как бы игрушки, я считаю, это один из лучших стартапов, который с вами выступал. Просто, потому что это же бомбический рынок. Вадим Журавлев. Вадим, минута. Я как специалист по визуальным коммуникациям хотел бы тоже повториться и сказать, что уровень зрелищности презентации сегодня был, пожалуй, самый лучший. Спасибо. За последние, сколько там, 5-6 лет. 9 сентября, 4 года будет. Вот. Это было очень круто. И это, в общем, и есть брендинг. Создать, что такое брендинг? Создать дополнительную ценность и визуальную уникальность. И это продает. Я бы хотел отметить Break Free. Очень впечатляющий оранжевый костюм на оранжевом фоне. Все круто. И самокаты. Мне кажется, что в этих двух проектов очень хорошо совпала их идейная составляющая и визуальный образ. Молодцы. Спасибо. Алексей Масловщиков, тоже минута. Прямо ускоримся чуток. А то я вижу, что у нас коллеги-инвесторы подзевывают уже чуть-чуть. Заскучали. Да, на самом деле, спасибо всем выступающим, коллегам, предпринимателям. Так как я являюсь членом Генсовета деловой России, скажу, чем могу быть полезным и затем перечислю три проекта, которые мне более понравились. На самом деле, мы выстраиваем отношения с властью, с институтами развития, правительства, Государственная Дума, Совет Федерации и институты развития, которые поддерживают бизнес. Также с крупными инвесторами, членами деловой России. Соответственно, проекты, которые нам интересны, это прежде всего цифровые проекты, как это сейчас тема трендовая. Это Радотек. Здесь, на самом деле, этим проектом может заинтересоваться Ростех, так как мы с ними сотрудничаем активно. Дальше проект Айрим. На самом деле, такие проекты есть уже, похожие. Вы об этом сказали. Вот недавно у нас в Госдуме на парламентских слушаниях был представлен проект через акселератор Сбербанка. Мы также можем вас строить в акселератор Сбербанка, если вам будет это интересно. И проект Кик Шеринг. Мы вообще считаем, что шеринг – это достаточно перспективное направление. Думаю, что будет очень активно развиваться. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Так, предпоследний эксперт по факапам. Главный по факапам. Скажи, у какого не будет факапа? Мне тоже все понравилось, честно скажу. Нет, я буду краток. Я подпишусь под всеми словами, что сказали коллеги. Я вот по медицинской истории мне очень понравилось. По одной простой причине. Потому что аналогом родотеха, который ребята показывали, меня диагностировали еще до 2005-2006 году. Причем, это человек делал, который, как он говорил, что он придумал лекарство от рака. Поэтому, возможно, что, например, на следующем стартап-шоу, может быть, будет стартап, который рак победит вообще. Было бы отлично, кстати. Вот. Поэтому эти две вещи я лично и себе испытывал. Ну, то есть, первую испытывал, вторую пока еще нет и, наверное, не буду. А третья, я хотел бы выгляделись историей про soft skills в обучении, потому что, в принципе, рынок сейчас онлайн-обучения это на хайпе уже не первый год. И мне понравилась, ну, кроме прекрасного выступления, история про то, что все-таки просто soft skills не все у нас люди знают. И даже в бизнес-обществе. Поэтому идея доносить смысл и обязательная необходимость обучения soft skills это классно. Поэтому я желаю ребятам тоже удачи. Спасибо. Спасибо большое, Артем. Так, и последний эксперт Иослав Кабаков, директор по стратегии FINAM. Всем привет. Я кратенько могу сказать, что из всех проектов мне очень понравилась, конечно, диагностика на основе искусственного интеллекта и, наверное, зацепила фраза, что даже не столько там институциональные какие-то организации, которые могут пользоваться этим продуктом, а то, что любая женщина может обратиться. Есть очень огромнейший, конечно же, рынок сбыта, я бы так сказал, такой ритейл. И это одна из самых, наверное, больших проблем текущих инновационных проектов, то есть найти своего потребителя, даже если вы что-то делаете более лучше. Вот. И из того, что видел, ну, онлайн-обучение, это, конечно же, интересный момент. Вот помню, 10 лет назад, 11 лет назад запускал учебный центр FINAM с онлайн-вебинарами и так далее. Это все классная тема, и в предыдущие, кстати, стартап-шоу тоже были проекты. Но я бы отметил, что сегодня меня очень порадовал вот этот синий трактор. Мне кажется, надо улучшить презентацию, и там есть интересный сегмент, в том числе по B2B и вообще, в принципе, интересно. А сегодняшние проекты мне еще чем, ну, не знаю, порадовали, не порадовали, но есть определенная особенность, что все-таки многие из них могли бы прогротитироваться через банки, получить то оборудование, которое они... А вот у нас, когда банк будет партнером, когда какой-нибудь банк созреет, кстати, есть здесь кто-нибудь представитель банка? Есть, есть. Есть, да, представитель? У нас есть в группе банк. Есть, да, у вас банк есть? Да. Ну, давайте партнерок, тоже готовы рассматривать все, что возможно, но не всегда готовы предоставлять кредиты. Это, наверное, самое печальное на текущем моменте, что банковская сфера не поддерживает такие интересные проекты, где надо именно только прогрессировать покупку оборудования. Спасибо тебе большое, Ярослав. Спасибо. Итак, друзья, мы двигаемся дальше. Сейчас начинается, можно сказать, мега интересная была прелюдия. Теперь мега сложная задача. Мега сложная задача. Смотрите. Значит, мнение инвесторов, вот, скажи, резидентов курса, новенькие еще пока нет. Задача простая. Вам нужно озвучить один, который гипотетически может быть вам интересен для инвестиций. Этот проект выйдет на сцену. Поэтому можете зайти на страницу, посмотреть там на проект, в общем, три назвать, выбрать один, который поднимется на сцену. Задача для каждого инвестора. Да, да, да. Ну, да, можно просто по названиям посмотреть, подойти к микрофону, сказать, мне понравилось. Такой, такой, такой. Заинтересовался таким-то проектом. Итак, поехали. Итак, ну, Андрей, куда ты ехал? Денис Унжаков, вице-президент блока инновации цифровой экономики веб. Денис, микрофон, пожалуйста. Свет на микрофон. Три проекта и один, который больше всех понравился. Брейкс. Музыку оставьте. Брейкс. 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 Кикшеринг. 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 Кикшеринг на сцену. Так, движемся дальше. Кикшеринг. На сцену поднимайтесь. Так, Федор Жуков. Бизнесмен, инвестор, учредитель и руководитель Индика Capital Partners. Мне надо только три названия сказать или что-то еще? Ну, может что-то еще сказать и три проекта. Ну, минута. А, минута. Окей. Вы меня первый раз позвали. Спасибо большое. Надеюсь, что после того, что я скажу, вы меня, может быть, даже еще раз позовете. В очень удовольствие. Да, но я позволю себе покритиковать. Радость. Я много проектов смотрю уже много лет и, в общем, две вещи, которые почему-то до сих пор в презентациях не звучат, это описание уникальных конкурентных преимуществ в сравнении с конкурентами, с аналогами. Это касается и медицинских проектов, и в монологии, и в индивидуальном тестировании. Их полно, на самом деле. Тем более, краб, непонятно откуда, в общем, берется какой-то уникальный краб, которого больше ни у кого нет. Но это просто как примеры. Вообще у всех абсолютно не было этой части. Мне было непонятно, в чем уникальные конкурентные преимущества. Может, кроме игрушек, но это очень сложный рынок и сложные ниши. Вот. И вторая вещь, конечно, мне как инвестору интересна капитализация и выход. Никто ничего не сказал о том, что с бизнесами делать в итоге. Кому продавать, почем, на чем основаны предположения о капитализации, как продать кикшеринговую историю, которая только кэшфлоу, в общем, бизнес. Барьеры рынка очень низкие. Этих историй полно. Тот, кто придет с большим капиталом, условно, Яндекс, он может накупить огромное количество совершенно любых самокатов. В чем конкурентное преимущество? Где выход? Да, и касательно выхода тоже это и крабов касается, это касается и энергобосса, вообще почти всех. Вот. Поэтому, исходя из, собственно, вот этих двух основных критериев, победители для меня это брейк-фри, потому что, в общем, действительно, очень хороший сегмент, там есть стратегия, есть кому компанию продавать. Она, кстати, тоже, вот к вашим словам, она тоже уже живая, у нее есть выручка. Значит, второе, я бы сказал, наверное, все-таки Радотек и третье Автосити, потому что большой рынок, видно, что ребята уже знают, что делают, работают, зарабатывают бабки, им нужно просто финансирование, в общем, дальше развиваться. Три проекты снижения. Как инвестор, я бы, наверное, рассмотрел всерьез только брейк-фри. Брейк-фри, на сцену поднимайтесь. Ваши аплодисменты. Идем дальше. Эдуард отъехал. Ксения Мерт. Ксюша. Добрый день всем. Я буду очень коротенько. Я всегда поддерживаю детские проекты. И в данном случае Бочарт это интересный проект, который заслуживает, ну, во-первых, уважения к российскому, к нашим российским детям. Поэтому я полностью поддерживаю и первое место занимает, по моему мнению, Бочарт. Конечно же, второе место краб-лидер, потому что я также сижу на диете и ем крабов. Еще говорю по-французски. Ну, не понимаю, единственное, поддерживаю предыдущего собеседника, потому что не понимаю, в чем преимущество того краба от этого. то есть вот хотелось бы действительно понимать, в чем конкурентное преимущество вот того самого краба, которого собираются развести по всей Европе. А я думаю, что в зоне нетворкинга как раз на этот вопрос будут ответы, в чем преимущество. Но я хочу сказать, что я присутствую уже, по-моему, на третьем стартапе, и сегодняшний стартап действительно отличался от всех остальных. Ну, и я закончу. Мне понравилась компания кикшеринг. Единственный вопрос, который у меня возникает, а что с кикшерингом мы будем делать зимой? Какими шинами будем пользоваться, друзья? Можно у вас узнать? Да, в зоне нетворкинга. Да, то есть я так понимаю, что 8 месяцев мы будем зимовать, а все остальное время 3 месяца мы будем кататься. Вот на этот вопрос хочу получить ответ. А так, всем спасибо большое. Спасибо большое. И так, первое место. Бутчарт, на сцену. Бутчарт, поднимайтесь на сцену. Ваши аплодисменты. Так, Валерий Романюк. Тоже самое, минута, три проекта, один, который наиболее понравился. Валерий Романюк является нашим резидентом, опытный инвестор. Да, ну, очень понравилось, хочу, добрый день, точнее, вечер всем. Очень понравилось, молодцы. бодрые, веселые, значит, и, в общем, с пониманием дела кратко изложили. На самом деле, как бы, есть момент, да, который, в общем-то, 90% вообще бы всех этих вопросов закрывал, если бы у нас было кредитование нормальное для малого бизнеса и для среднего, потому что люди просят фактически, так сказать, небольшой финансовый ресурс под нормальные, уже развивающиеся какие-то стартапы и компании. Значит, как инвестор, значит, объективно, значит, это вот вещи, связанные с очисткой воды, вот тут мне звучало, на самом деле, мне понравилось, потому что это большая проблема, и туда есть, куда вкладываться, автосити тоже, значит, можно там спокойно вкладываться и так далее, и кип, шер, или как он правильно, тут мне что-то пропал здесь. Значит, название все, значит, это вот на три. Ну, а лично, на самом деле, мне нравятся крабы, понимаю, почему, значит, Лемаре, Париж, значит, движение все и так далее, лично, вот подходите там, и я там лично могу там посодействовать. А вот эти вот три, я думаю, что из них все-таки, как он, шеринг этого, значит, самокатов, кстати, могу там поддержать, есть на самом деле лизинговая схема, там и необязательно, значит, деньги брать, можно договориться, там, допустим, на госпорбан лизингом, сейчас по спорту, у них есть программа такая. А в принципе, так подходите все, значит, если какие-то координаты не успеете взять у организаторов, я, в принципе, там с каждым готов поговорить, все хорошо готовы, всем спасибо. Спасибо большое. Ты какой из проектов номер один по твоей версии? Из тех, кто есть, это, конечно, шеринг. Понятно, шеринг и самокатов, окей. Идем дальше. Алексей Милевский, Mail.ru. Где что-то было. Так. Дальше. Сергей Четвериков, Star Trek. Стартрек. Всем добрый вечер. Я хочу поблагодарить организаторов Ивана и всех выступавших именно за очень лаконичные презентации, в которых не было воды, в которых все было по существу и которые хорошо читались зрителями в зале. Спасибо большое. Это видна сразу хорошая организация. Что касается проектов, в принципе, мне очень понравились проекты, в которых, в частности, уже был готовый действующий бизнес и на которых быстро понять экономику и инвестировать. И в частности, очень хорошо сразу выделить несколько проектов, которые сразу подумали об инвесторах. Потому что мы, как площадка, которая очень часто делает сделки между инвесторами и компаниями, мы видим, что не все проекты, но это не здесь, это в жизни, думают об инвесторе тогда, когда его привлекают. Очень много фаундеров думают о себе, чтобы получить там 10, 15, 20, 30 миллионов. А дальше, что будет с этими инвестициями делать инвестор, мало кто думает. Здесь мы видели, тогда, когда презентация, в частности, вот компания выступала «Автосити», просто здесь название не видно, прямо было видно, что компания продумала, каким способом сперва вернуть деньги инвестору, а потом уже, когда 90% прибыли отчисляется ему до момента окупаемости инвестиций, а потом уже остальное делится 50 на 50. Поэтому, с точки зрения того, кого бы я хотел позвать на сцену, именно по этому критерию, я хотел бы, чтобы вышла компания «Автосити», потому что для «Автосити» самое лучшее предложение с точки зрения понятности и справедливости. А вообще, если говорить три проекта, которые понравились, то да, кикшеринг с точки зрения того, что пока еще существует голубой океан, при этом по аналогии с тем, что происходит в мире, понятно, что так же, как сейчас шерятся все машины, так же, скорее всего, будут шериться средства легкого транспорта. Тем более, у ребят есть опыт, это то, что не хватало в всем презентациях, не всем проектам, рассказать про то, почему вы как бы имеете перспективы, почему у вашей команды, как опыт, именно занять именно эту долю на рынке, и почему как раз у вас есть то самое уникальное преимущество, которое строится от конкурентов. Поэтому я бы еще делил бы, конечно, ребят с макатами, но они уже здесь. Еще с точки зрения реального бизнеса, который мне понравился, это Аквасел, потому что уже проверенная бизнес-модель, уже и заключенные контракты, требует только залить денег для того, чтобы заработать больше денег. Но сюда выходит Автосити, это от меня. Спасибо большое. Автосити, отлично. Алмаза Бухаиров. Алмаз тоже минута, три проекта, один лучший. Привет всем еще раз. Ви-Ван, да, команда, отличные проекты сегодня. От души. Да, грузовичок Лева, это топ. У меня пацаны, мои дети любят его очень. Я сначала мини-комментарии, фидбэк хочу дать по презентациям, касающимся всех. К миллиардным оценкам презентаций и ко всему просьба делать пруфы-линки, иначе это выглядит как будто с потолка взято. Позиционирование, вот кто-то в левом квадранте делал, лучше вправо, обычно справа круче считается. Про команду некоторые слишком много говорят, не нужно, там 10 секунд уделяйте, на фотках и так видно, кто есть кто. 50% ну, некоторые предлагают за контору, это хорошо, но что происходит, когда следующий раунд будет, потому что очевидно, что они еще будут, эти раунды. Допустим, там кто-то говорит, что до 400 миллионов выручки, баксов, дойдем, но просят 15 миллионов рублей, очевидно же, что там еще, если это пойдет, еще три раунда будет, каждый раунд минус 20% размытия, в итоге наша доля в два раза сократится, и, ну, все эти оценки не очень. вот оценка, где мы займем там 1% от 10 миллиардов и там 100 миллионов баксов, это называется топ-даун оценка, это отстой, инвесторы не любят эту тему, потому что, ну, если знаменатель, объем рынка есть, то числитель, а как вы этого числителя достигаете, ну, bottom-up, наоборот, снизу-вверх, а как арпу умножить на конверсию, умножить на пользователей, вот, каким образом это достигнется, вот это лучше показывать. Вот юнит-экономика мы любим, отличный пример это кикшеринг, показавший юнит-экономику, она показывает, что люди в команде считают бабки и там есть, значит, вариант заработать, и инвесторам легче соображать, что происходит. Алмаз, давай три проекта. Поторговаться, нет, можно, пожалуйста, мы тут с коллегами не понимаем, действительно, почему в некоторые проекты банки не дают кредиты, темы Вернякова. Я понимаю, что это не завод, где можно миллиарды прокрутить, но темы классные, у ребят. И последнее, мы тут решили, что лобстер вкуснее краба все-таки, и я хотел бы отметить краб, краб-лидер проект, но в целом классные компании это Аквасел, реальные бабки, сразу про деньги говорится, Бочард, по-моему, да, грузовичок Лёва? Есть, да, они на сцене. Автосити классная тема. Еще Хелстек, две компании, они качественно хорошие, но Вижен я поддерживаю, чтобы здоровье улучшать, там, от рака защищаться, но любые даже изменения мира к лучшему надо стремиться реализовывать в рамках капитализма, то есть все равно дело не то, что мы в деньги хотим заработать, а дело в том, чтобы методами капитализма реализовать это все. И действительно нужно ребятам помочь. То есть тебе понравились все проекты, потому что подготовка очень качественная, поэтому ты перечислил почти всех. Ну, сегодня хороший очень проект, поэтому вот, но крабов мы любим. Да. Спасибо. А кого ты выбрал-то? Ну, я же сказал, крабов. Крабов? Да. Крабы на сцену? Да. Поднимайтесь. Сергей Ручьев, физтех, давай, Сережа. Сереж, минуту, пожалуйста, а то мы скоро выбьемся из нашего графика. И там у нас еще фуршет с крабами. Да. Ну, вот по проектам, конечно, такие хорошо звучащие, это Аквасел, да, то есть только добавь бабла и все полетит сразу там в небеса. Вот. Но если брать, что действительно стоит за этими проектами, да, то есть, ну, наверное, там нету прям таких прекрасных показателей и технологий, которая применяется, не такая уж прям, наверное, уникальная, да, или она там действительно может быть не выходит. Не, но по онкологии еще куда уникальнее-то. Ну, в общем, мы их ждем на экспертизу в Техпарке, посмотрим, что реально у ребят есть под капотом. Так, конечно, почему банки не дали, почему вообще, как бы деньги не дают на такую прекрасную историю, ну, наверное, что-то там не так. Ну, давайте смотреть. Вот. Break Free, ну, прекрасная история, надо обучаться, надо квалифицироваться, искусственный интеллект бежит за нами по пятам, вот-вот, и мы все останемся в неудел, будем потом штурмовать SkyNet с пушками лазерными. Поэтому надо, надо поторопиться и желательно в пушке лазерной еще вложиться, которая будет нейтрализовывать его. Вот. И, соответственно, ну, и сам же искусственный интеллект, который будет догонять. То есть мы обычно вкладываем и те, кто догоняет, и те, кто убегает. Очень интересно получается коллаборация. Поэтому можно вдвойне заработать. Вот. Подариваешь компанию сначала с точки зрения ее роста и с точки зрения то, что другая ее догоняет. Ну, одна из них точно вырастет и можно будет удвоить. Сергей, ну, давай три компании. Так вот я же всех их назвал. Ну, хорошо. Кто из них победителя? Да, в твоем рейтинге. Ну, я думаю, все-таки искусственный интеллект. Правильно? Да, да, да. Поднимайтесь. Вышли на сцену на самом деле, потому что вот это, это про такие деньги, что же страшно становится. Ну, я и говорю. Вот это вообще космос. Мне даже стыдно, что я сказал, лучше было после встретиться. Да, я понял. Ну, ладно. А, я понял. Ради разговора. Спасибо, Сергей. Правда, да. Так, Сергей Дашков. Сергей Дашков. Сергей тоже. Буквально минута, три проекта, один наиболее понравишься. Здравствуйте, ребята. Все большие молодцы. Не все из вас венчурные истории. Нормальные, крепкие, дивидендные бизнесы. Я не понимаю, чем банкиры занимаются. Вот Сергей и Старстрека надо всех аккуратить и кредитовать просто. Значит, три проекта, поскольку времени мало. Я для себя выделил компьютерная диагностика, компьютер вижен онкология, мамология, РИМ, не знаю, как пишется. Прекрасный проект Автосити, если особенно есть чем франчайзи своих держать. и прекрасный проект Краб Лидер, потому что, прикиньте, наши ребята, не норвежцы, а наши ребята французам продают этих крабов. Это вообще фантастика, это молодцы. А кто из них, надо один какой-то, кто из тех, кого я не назвал еще не на сцене? Ну, Краб Лидер здесь, Автосити здесь, онкология тоже здесь, все здесь. Все здесь, но я вот, не знаю, давайте я за онкологию тогда. Да, отлично. Запинайте друг друга. Так, идем. Николай Некрайно, человек, который в том году инвестировал 700 миллионов рублей в разные проекты, Далан Недрич, там охрана стоит. И еще на днях стал со владельцем стартап-шоу, проинвестировал. Добрый день всем. Сегодня все лучше и лучше качество проектов. Я вообще очень рад этому, что, уважаемые там стартаперы, некоторые из вас уже не стартаперы, поэтому вам спасибо за ваши проекты, за то, что вы так подготовили. И на самом деле очень приятно видеть бизнесы, которые уже не идею тут нам принесли какую-то, не до конца упакованную, а уже состоявшийся бизнес, который развивается и хочет просто развиваться активней. поэтому мне нравится, мне очень нравится кикшеринг. Шеринг идет, по миру гуляет очень сильно, несмотря на то, что мне лично, как потребитель, он не всегда нравится, но как бизнесмен он мне нравится. И, ребят, будущее может быть для вас очень хорошим и открытым, надо просто грамотно сделать. мне нравится, понравился Автосити, который крепкий бизнес, соответственно, опять же, вот уже я, наверное, четвертый уже скажу, банки лохи, но точнее, они не лохи, они по ЦБ, все там бедняги трутся, но есть, оказывается, бизнесы, которые можно просто кредитовать и они будут развиваться. Спасибо банкам, что инвесторам есть куда вкладывать. И напоследок я скажу, что мне очень хотелось бы потом пообщаться с Айримом. Спасибо большое. У меня вопрос к залу. А вот можно сейчас прямо громко голоса промсвязь банка? О, нету. А зря, кстати. Липы стеснялись. Давай. Петр Жуков. Во-первых, у нас в портфеле был банк, который мы продали, слава богу, еще до того, как Набиолина стало в АВЦБ. Но я немножко знаю про банки, я вообще инвестбанкир в прошлом, и с коммерческими банками очень много работают, потому что у нас основной большой портфель это обычные, что называется, brick-and-mortar бизнесы, в том числе, кстати, больницы. Нам принадлежит два онкологических центра, неврологических центра. Мы сами управляем, владеем, тестируем новые технологии в том числе. Но, собственно, находясь в этом бизнесе, я отчасти поэтому и был скептичен по медицинским стартапам. Так вот, банкам действительно их регулирует ЦБ, там все очень жестко, им надо резервироваться, если нет залогов больших, если нет отчетности многолетней с хорошими цифрами, то очень сложно кредитоваться. Но есть альтернативные площадки, есть площадки, которые кредитуют малый бизнес. Я сейчас к ребятам просто обращаюсь, да и ко всем. Можно попробовать работать с потоком, например. там высокие ставки, да, но там колоссальный объем заявок на кредиты, люди пользуются, очень хорошо обслуживают, растут на этих бабках и не размывают свой акционерный капитал. Я скажу более того, что возможно. есть еще другие площадки альтернативные, есть целые, скажем так, пулы альтернативного инвестирования, они называются, то есть это по большому счету private bank собирают деньги своих клиентов и не через инструмент как поток, а через площадки фондируют именно малый бизнес и новый бизнес, который не квалифицируется в обычные коммерческие банки. Но этот путь есть, только надо искать. Я скажу более, спасибо большое, Петр Жуков, я скажу более того, мы сейчас параллельно уже два с половиной месяца ведем переговоры с МТС банком и вот у нас это поговорили и разошлись, мы начали переговоры с промсвязь банком, поговорили и разошлись, мы общаемся с модуль банк, общаемся, они все вот эти хочут и потом резко перехочивают почему-то и именно в такой вот интерпретации хочет и перехочивают. Я надеюсь, что найдется какой-то банк, все-таки возможно это Сбер в рамках их и мы, возможно, что-то запилим такое, потому что кредо должен поглотить в том числе поток. Александр Пустовит, прошу прощения. Так, прошу прощения. Так, сейчас я пролистаю, секундочку. Так, секунду. Да, Пустовит, приглашайте. Ваши аплодисменты. Это у вас последний инвестор. Старайтесь, а что же, буквально минуточка, три проекта. Всем привет. Во-первых, спасибо за крутые проекты. Сегодня прям было качественно. Не все венчурно, но все довольно мощно. Но про деньги зато. Это правда. Так, три проекта. WatchArt, это ребята, которые у меня на первом месте. Ребят, вы крутые, но у вас очень маленькая команда. Меня это пугает, но у вас очень крутой продукт и прям топ. Молодцы. Дальше. На втором месте кикшеринг. Ребят, вы тоже очень классные. Единственное, что вы очень сезонные. Но это все уже сказали до меня, естественно. Я теперь выгляжу глупо. Единственное, что у вас вы молодцы, что показали юнит-экономику. Вот именно когда вы выступали, вот все, кто сидят вот там, они достали телефон и начали фоткать. В момент, когда там были просто цифры. И это круто. Вот. И на третьем месте ребята из компании Аквасел. Это вообще ни разу не венчурные ребята, но они делают реальный бизнес в России и за что им огромный респект. У меня все, спасибо. Кто из них-то? Бучарку. 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 Да. Отлично. Бучарк. Так. И последний наш инвестор Алексей Аткишкин, директор по инвестиционному анализу РВК. То же самое, Леш. На вопрос твой отвечаю, да? У тебя одна минута, три проекта и один на сцену. Отлично. Спасибо вам за организацию. Очень все на высоком уровне. Реально я прям обрадовался первый раз у вас. По проектам. Больше всего мне понравился кикшеринг. Классный пич, классный рынок. Единственное, что меня насторожило, ну, мягко выражаясь, пропустили сезон этот. Это операционная зимние шины, аккумуляторы. Этинственная недоработка, и поэтому тут нужно проверить, что было не так. В том числе, может быть, в команде, что-то было не так. Второй проект ИРИМ, искусственный интеллект в области распознавания рака. Наш фонд недавно проинвестировал вашего конкурента в Боткина. Поэтому я достаточно хорошо знаком с этим рынком. Я считаю, что вам есть много куда дальше бежать работать, потому что вы отстаете, насколько я понимаю, по качеству распознавания. Я не знаю, насколько у вас есть выход, ну, GR составляющая, очень важна, особенно в России. Плюс важен выход на международных производителей оборудования, которые делают, собственно, снимки. И на третьем месте у меня проект Break Free. Online Education классный сегмент. Соответственно, первое место Kick Sharing. Спасибо большое. Друзья, смотрите-ка, вот инвесторы выскали свое мнение из девяти проектов, шесть проектов гипотетически, да, обрели интересующихся инвесторов. Sharing так вообще просто очередь выстроилась к вам, тоже как и к игрушкам и, в принципе, и к онкологии. И вообще ко всем, на самом деле, да, ко всем, абсолютно ко всем. То есть по несколько инвесторов готовы инвестировать в них. О чем вы говорите? Было девять проектов, шесть стоят на сцене. Это примерно какая конвертация? 70%? Ну, кто хорошо считает? Ну, 70% конвертация. Давайте посмотрим, что же у нас дальше, на самом деле, пока не уходите. А теперь самый интересный начинается. Это голосование, да? То есть в рамках голосования мы должны посмотреть, кто как говорил здесь и кто, на самом деле, как проголосовал. Покажите нам, пожалуйста, как голосовали зрители. Сейчас нам покажут на экране, как проголосовали зрители. Какие проекты, по мнению зрителей, идут с 9 по первое место. Вот смотрите, Ирим, по мнению зрителей, то, что связано с онкологией, на первом месте. Потому что, я вам скажу более того, у нас, ну, так как имею небольшое отношение к ВТБ-страхованию, то любой человек в 39 лет должен на 100% идти на чекап онкологический, потому что это бич, на самом деле, в нашей стране. Вот это онкология. Поэтому онкология на первом месте, кикшеринг, ну, вы сами видите, да, Радотек, и все так или иначе достаточно технологичные проекты. Хотя и кикшеринг по количеству вроде как инвесторов вроде как и пережал. Но на самом деле, по мнению зрителей, на первом месте то, что связано по здоровью. Верните, пожалуйста, обратно слайд мы. Держимся дальше. Давайте посмотрим следующее. Как проголосовали наши эксперты. Все, чтобы было понятно, это весь зал зрителей, эксперты, инвесторов. Потому что в зале есть еще и тайные инвесторы, эксперты, которые просто стесняются себя ой, сюда гласить. Следовательно, по мнению непосредственно наших экспертов, опять же, на первом месте, это точно правильно? Да, это эксперты. Смотрите, какое приятное совпадение. Иримки, икшеринг, автоисити, кораблидер. Мы видим, да, то есть количество меньше голосов, потому что инвесторов меньше, но тем не менее, на первом месте, опять же, онкология. Верните, пожалуйста, мой слайд. И давайте посмотрим голосование инвесторов, как инвесторы голосовали, как говорили, как они голосовали. Покажите, пожалуйста, голосование инвесторов. Только откройте пока девятое место. Девятое место покажите, чтобы было некая такая, ну, таинственность. Девятое место. Кто же, по мнению инвесторов, занимает? Сейчас, бац, кикшеринг. Покажите нам девятое место. Да, девятое место у нас занимает Энергобосс. Энергобосс, девятое место. Покажите нам восьмое место. Бочарп, хотя несколько как бы инвесторов говорили о том, как минимум два инвесторов, что достаточно сильный, интересный проект, но пока он на восьмом месте. Покажите нам седьмое место. Акваселл. Понятно. Покажите нам шестое место. Брейкфри. Как интересно, правда? То есть, сколько инвесторов говорили, что брейкфри, как бы вот надо инвестировать, но голосовали совершенно по-другому. Это вообще такая страна. Мы, на самом деле, для этого голосование ввели, потому что одно дело сказать, а другое дело во время шоу эмоционально проголосовать. Вот это, конечно, прикольно. Давайте дальше. Пятое место. Кто у нас? Краблидер. Ну, Краблидер, по-моему, жестко стоит на пятом месте. Такая золотая середина. Просто несбиваемый и несгиваемый. Давайте четвертое место. Радотек. Хорошо. Перед тем, как мы покажем, кто же занял третье, второе и первое место, верните, пожалуйста, слайд. Ага. Я хочу на сцену пригласить звук. Дарью Мартыненко сооснователя стартап-шоу. Ваш аплодисменты. На самом деле, это Даша придумала эту конференцию, а я, а потом крайнов ее поддержали. Хочу попросить Дарью, во-первых, на пару слов, во-вторых, чтобы мы потом наградили. Всем добрый вечер. Такая ремарочка. Недавно были с командой стартап-шоу на ПМФ в 2019 с Иваном. По приглашению Льва Кузнецова, это, к сожалению, его нет, членок жюри, руководитель и поддержки развития предпринимательства в Санкт-Петербурге. И мы рассматривали поддержку, вопрос, меры поддержки стартапов. В том числе, был затронут Санкт-Петербург, ну и в целом, Россия. И к чему мы пришли? К тому, что не проблема, что стартапов нет. На самом деле, сейчас их активно популяризируют в России, что строй бизнес, предприниматели, будьте успешными, развивайте свой бизнес. Проблемы в стартапах нет, потому что у нас огромный поток ежедневно, да, то есть Иван трекает, то есть воронка, она колоссальна, просто нужно правильно сегментировать эти стартапы и направлять в нужное русло. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что нет той самой точки входа экосистемы, которая могла бы объединить всех замечательных инвесторов, лица экспертов, в лице членов жюри, инвесторов, экспертов, стартапы. Я уверена, что среди зрителей около 90% сидят предприниматели, и вот благодаря вот этой вот той самой экосистеме, которая могла бы объединять, это есть стартап-шоу, к чему мы и стремимся. Мы объединяем компетентных членов жюри, мы объединяем стартапов из разных сфер, ниш, мы объединяем предпринимателей, это в лице вот зрителей, поэтому, друзья, если у вас есть какие-то идеи, какие-то задачи, которые вы можете в рамках стартап-шоу реализовать, посотрудничать, интегрироваться, мы только за. Давайте вместе будем создавать ту самую ячейку предпринимателей в России, поэтому вам огромное спасибо, что вы посещаете стартап-шоу, что вы ходите, что вы интересуетесь. На самом деле, я думала, что 10 июля все будут в Геленджике, в Сочи и на Мальдивах, морях и океанах. На самом деле, у нас в этот раз 10 июля прям огромный аншлаг. Все про бизнес, все про предпринимательство, поэтому это очень ценно. И еще раз спасибо членам жюри, стартапам и вам, наши любимые зрители. Дарья, спасибо большое. Перед тем, как мы озвучим треть, второе и первое место, я бы все-таки хотел пригласить Дениса Унжакова, представителя ВЭП. Он только что здесь был и дать ему слово. Денис, где же вы? Ну, возможно, он отошел буквально на секунду в не тот самый нажимент, но не суть. Друзья, вот как Дарья сказала, давайте делать ячейку, пришла в голову. А как насчет того, чтобы создать какую-нибудь петицию насчет, вот есть вот материнский капитал, а это предпринимательский капитал. Как вам такая идея? Ну, я не знаю, там есть-то двое детей, и те говорят, слушай, хочешь быть предпринимателем? Давай мы тебе еще предпринимательский капитал дадим, только, значит, делать там какие-то иксы. Даш, ну что, мы готовы? Мы готовы. А вы готовы, зрители? Зрители готовы? Давайте узнать, ты третье, второе и первое место занял. Покажите, пожалуйста, нам... Нет, а можно вот еще раз назад, еще слайд назад? Верните, пожалуйста. Так, да, у нас тут все, еще на графике. Сейчас нам покажут третье место. Третье место. Покажите, пожалуйста, нам третье место, кто же занял его. И мы сейчас даже наградим его. Хотелось бы доской почета, но нет. Это Автосити, третье место. И Автосити шаг вперед получает из рук сооснователя Статопшова Дарьи Матоненко вот такую вот хрустальную, но не сову, но звезду. Такую звезду. Ваши бурные аплодисменты. Фото. Так. Верните, пожалуйста, мой слайд. Движемся дальше. Второе место. Интересно. Покажите, пожалуйста, нам по секрету, кто занял второе место. Кикшеринг. Второе место. Почему-то по мнению инвесторов, чтобы было понятно. Ваше второе место. Ну и, следовательно, верните мой слайд еще раз. И посмотрим, кто же у нас занял первое место. Все догадались, наверное, уже, кто занял первое место. И, следовательно, Ирим. Шаг вперед. Проект, связанный по выявлению онкологических заболеваний. Молодец. А, кстати, да. Кикшеринг и Ирим 67. Так распределились. Я даже не знаю, каким-то, видимо, математическим путем, там, наверное, сотни тысяч, и баллы. Вот где-то за Иримом там стоят. Кстати, интересно, вот на сколько, знаете, там сотых или тысячных. Верните, просто с презентацией, потому что мы... Это еще не все, на самом деле. Это только самое начало, практически. ими, ими,